Книга вторая. Человеческие цивилизации. Физические очертания нашего мира 10 тысяч лет назад практически ничем не отличались от сегодняшних очертаний. Контуры континентов выглядели по большому счету так же, как известно нам теперь. А главное, естественные барьеры и транспортные каналы с тех пор остались прежними. По сравнению с потрясениями сотен тысячелетий, предшествовавших завершившемуся последнему ледниковому периоду, климат тоже на это короткое время сохраняется относительно постоянным. С тех пор историку остается разве что, учитывать его мимолетные колебания. Впереди лежит эпоха, в которой мы как раз живем, испытывающая перемены, устраиваемые по большому счету человечеством. В качестве ускорителя такого рода перемен выступает человеческая цивилизация. По мнению одного историка, прослеживается зарождение как минимум семи цивилизаций. Этот ученый муж исходит из того, что у него имеются основания назвать по меньшей мере семь примеров, когда в распоряжении человека находились необходимые навыки и конкретное стечение естественных фактов, обеспечивающие условия для построения нового уклада жизни, основанного на использовании природы в своих интересах. При том, что все эти начинания приходятся на промежуток времени протяженностью приблизительно три тысячи лет. Всего лишь момент на фоне доисторического существования планеты протекали они далеко не одновременно и закончились по-разному успешно. Все они значительно отличались друг от друга. Некоторые из цивилизаций стремительно неслись к сохранившимся в веках достижениям, в то время как другие быстро приходили в упадок или исчезали, пусть даже пережив некоторый период поражающей впечатления расцвет. Тем не менее, все они символизировали повышение уровня и масштаба изменений, представляющихся радикальными в сопоставлении со всеми достижениями человечества в прежние времена. Некоторые из этих ранних цивилизаций все еще служат безоговорочным основанием нашего нынешнего мира. Между тем, другие в наше время сохранили незначительное влияние или никакого следа не оставили. Хотя, когда на глаза нам попадаются редкие реликвии, дошедшие до нас с тех времен, у нас может разыграться воображение или возникнуть некие эмоции. Как бы там ни было, древние цивилизации, по большому счету, определили культурную карту мира, существующую в наши дни, в силу традиций, сложившихся у их народов, достижения которых в области философии, общественной организации или технической мысли, давно забыты. Зарождение древнейших цивилизаций, случившееся между приблизительно 35 и 5 веками до нашей эры, служит отправной точкой для проведения главного хронологического деления всемирной истории. Глава первая. Жизнь людей при древнейших цивилизациях. На протяжении всего известного нам времени в Иерихоне постоянно бьет родник, до сих пор питающий крупный оазис. Этот источник живительной влаги служит несомненным объяснением того факта, почему люди жили там с некоторыми перерывами на протяжении около 10 тысяч лет. В конце доисторических времен вокруг этого оазиса образовались поселения земледельцев, численность его жителей могла составлять 2-3 тысячи человек. Жители оазиса приблизительно в 16 веке до нашей эры соорудили громадные емкости для воды, предназначавшиеся, осмелимся предположить, для масштабных хозяйственных нужд, предположительно для орошения. К тому же сохранились следы массивной каменной башни, входившей в состав тщательно продуманной системы оборонительных сооружений, давно ждущих капитального ремонта. Так получается, что жителям оазиса было что защищать. То есть они располагали определенным состоянием, которым дорожили. И так Иерихон заслуженно считается важным местом. При всем этом говорить о началах цивилизации пока еще не приходится. Слишком многого я еще не доставала, да к тому же на заре самой цивилизации стоит задуматься над тем, что мы в ней вообще ищем. Здесь все как с проблемой определения времени появления первых человеческих существ. Существует некая туманная область, где, как нам известно, происходит нужное нам изменение, но до сих пор идут споры по поводу конкретного пункта пересечения таинственной линии. Во многих местах, как в Западной, так и в Восточной Азии, приблизительно в 50 веке до нашей эры, в поселениях земледельцев появился избыток сельскохозяйственной продукции, на основе которого в конечном счете могла возникнуть цивилизация. Жители некоторых из них оставили после себя свидетельство сложных религиозных обрядов и верований, а также глиняную посуду с искусной раскраской, представляющей собой один из самых широко распространенных видов искусства в эпоху неолита. Примерно около 60 века до нашей эры в Чатал-Хиюке, на территории Турции, внедряется строительство зданий из обожженного кирпича, а ведь это поселение считается совсем ненамного моложе Ерихона. Однако под цивилизацией мы обычно подразумеваем нечто большее, чем обряд, творчество или конкретные технические приемы, тем более нечто большее, чем простое скопление человеческих существ в каком-то одном месте. Все дело напоминает разговор о так называемом грамотном человеке. При встрече с таким человеком ни у кого не возникнет сомнения в его статусе. Но не все грамотных людей признают таковыми все без исключения встреченные ими люди, не служат необходимым или безошибочным показателем наличие у такого человека официального документа о получении образования, университетского диплома, например. Словарные определения тоже не дают точного значения слова цивилизации. Определение из оксфордского словаря английского языка считается бесспорным, но дается оно до того расплывчатым, что представляется бесполезным. Развитое или передовое состояние человеческого общества. Остается только составить представление о том, насколько развитое, до какой степени передовое состояние и в каких направлениях. Кто-то высказывается так, что цивилизованное общество отличается от нецивилизованного общества в силу присущих ему характерных атрибутов. Предполагалось наличие письменности, городов, монументальных строений. Не все с такой классификацией соглашаются. Очевидно, предпочтительнее отказаться от безоговорочного принятия такого единственного критерия. Если же наоборот посмотреть на примеры того, что все согласились назвать цивилизациями, а не крайними и сомнительными случаями, тогда со всей очевидностью получится общий признак под названием сложность понятия. Все открытые на текущий момент цивилизации достигли такого уровня совершенства, позволяющего существенное расширение разнообразия человеческой деятельности и богатства опыта, какое несвойственно даже состоятельному примитивному сообществу. Категорию цивилизованности мы присваиваем взаимодействию людей в условиях широкого творчества, когда, и это очевидно, накапливается критическая масса культурного потенциала и определенный излишек ресурсов. В цивилизованном обществе эти факторы служат раскрепощению человеческого потенциала к развитию на совершенно новом уровне, причем это развитие значительной мере поддерживается за счет его собственных ресурсов. Но давайте обратимся к конкретным примерам. Исходный пункт нашего повествования о цивилизациях находится приблизительно в четвертом тысячелетии до нашей эры, и не вредно бы составить примерную их хронологию. Давайте начнем с первой цивилизации, которую легко распознать зародившейся в Месопотамии. Следующий пример находится на территории Египта, где цивилизация просматривается несколько позже и датируется приблизительно три тысячи сотым годом до нашей эры. Следующей вехой в истории западного Средиземноморья считается Минойская цивилизация, появляющаяся на Крите около тысячи лет спустя, и с этого времени можно позабыть о расстановке приоритетов в этом уголке мира, где уже образовался комплекс цивилизаций, находящихся в тесном взаимодействии. Между тем дальше, на востоке, и приблизительно в 25 веке до нашей эры, на территории Индии, появилась очередная цивилизация, причем ее носителем был до известной степени грамотный народ. Первая цивилизация на территории Китая возникает немного позже, где-то после 2000 года до нашей эры. Позже приходит время Мезоамерики. Средняя Америка, историко-культурный регион, простирающийся примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа, термин был введен в обиход в 1943 году немецким философом и антропологом Паулем Киргофом. Как только минует 15 век до нашей эры, тем не менее, один только этот последний пример цивилизации оказывается достаточно уединенным от взаимодействия с другими цивилизациями и не может служить объяснением всему происходящему. С того времени не удается обнаружить цивилизации, появление которых нельзя объяснить каким-либо стимулом, шоком или наследием предыдущих сообществ. В данном месте наш предварительный набросок начала истории выглядит достаточно полным. Какое-либо обобщение по поводу этих первых цивилизаций, появление и формирование которых станет предметом описания в нескольких следующих главах, дается с большим трудом. Понятно, что уровень технических достижений у всех этих цивилизаций представляется весьма низким, хотя по сравнению с их далекими от цивилизации предшественниками он кажется поразительно высоким. С технической точки зрения их развитие все еще в гораздо большей степени, чем при нашей собственной цивилизации, определяло с условиями существования. И все-таки представители тех цивилизаций приступили к преодолению географической замкнутости. Топография мира тогда мало чем отличалась от нынешней. Континенты приобрели очертания сегодняшнего дня, труднопреодолимые препятствия и каналы общения сохранились в неизменном виде, зато постоянно совершенствовались технические возможности для преодоления первых и использования вторых. Направление движения ветра и потока вод, двигавшие сюда древнейших морских путешественников, изменились незначительно, и уже во втором тысячелетии до нашей эры люди научились пользоваться ими и уклоняться от их определяющих факторов. У нас появляются все основания предположить, что на самом раннем этапе развития цивилизации человек уже располагал широкими возможностями для обмена информации. В этой связи неблагоразумно категорично утверждать, будто цивилизация зарождалась в разных местах неким стандартным способом. Выдвигались предположения о возникновении благоприятных условий, например, в долинах рек. Бесспорно, их богатые и легко поддающиеся обработки почвы могли обеспечить продуктами весьма плотное население земледельцев деревень, которые постепенно превращались в первые города. Такое случилось в Месопотамии, Египте, долине Инда и в Китае. Но города и цивилизации также возникли за пределами речных долин в Мезоамерике, на Минойском Крите и чуть позже на территории Греции. В случае двух последних цивилизаций имеется большая вероятность решающего влияния извне. Но обитатели Египта и долины Инда на самой ранней стадии их эволюции тоже находились в контакте с жителями Месопотамии. Непреложный факт такого контакта послужил в какой-то момент основанием для сформулированного несколько лет назад представления, согласно которому нам следует искать один главный источник цивилизации, из которого произошли все остальные. Такой подход в настоящее время всеобщей поддержки не получил. Цивилизация в обособленной Америке представляется не только деликатным случаем, с которым приходится считаться, но к тому же с ней сложно разбираться с точки зрения хронометража предположительного центробежного правила из-за обогащения знаний о доисторических эпохах на основе методики радиоуглеродного определения возраста. Наиболее удачным ответом представляется то, что цивилизация могла возникать в силу соединения множества факторов, предполагающих наличие специфической территории, способной дать прибежище достаточно плотному населению, достойному признанию впоследствии в качестве цивилизации. Однако из-за различной окружающей среды, многозначного внешнего влияния и конкретного культурного наследия прошлого, люди не переселялись во все уголки света в том же самом темпе или даже к тем же самым целям. Предположение о стандартном варианте общественной, так сказать, эволюции, подверглось сомнению еще до выдвижения идеи о растекании, диффузии цивилизации из общего ее источника, так сказать, источника оккультуривания. Не вызывает сомнения важность благоприятного географического положения. В ранних цивилизациях все опиралась на наличие излишков сельскохозяйственного производства. Но не меньшую важность представляет еще один фактор – способность народов на месте использовать окружающую среду в своих интересах или принимать ее вызовы. И здесь внешние контакты могут играть такую же важную роль, как традиция. На первый взгляд Китай может показаться практически огражденным от внешнего мира. Но китайцы пользовались возможностью общения с соседями. Пути, на которых в различных обществах вырабатывается критическая масса элементов, необходимая для образования цивилизации, до сих пор не удается установить. Гораздо проще говорить о неких общих признаках ранней цивилизации, чем о путях ее происхождения. Однако абсолютное и универсальное размышление в данном случае не проходят. Цивилизации существовали в отсутствии письменности, пусть даже полезной для накопления и применения опыта предыдущих поколений. К тому же, следует отметить неравномерное распространение технических навыков более высокого порядка. Жители Мезоамерики выполняли сложнейшие строительные операции без применения тягловых животных или колеса, а китайцы овладели техникой лития чугуна почти на полторы тысячи лет раньше европейцев. Ни одна из цивилизаций не следовала какому-то протаренному пути роста. Просматриваются громадные несовпадения в факторах их живучести, не говоря уже об их достижениях. Как бы там ни было, первые цивилизации, как и приходившие им на смену, явно обладали одной общей конструктивной особенностью, состоявшей в том, что с их появлением изменилась человеческая шкала оценки вещей. С их возникновением происходит объединение творческих усилий большего числа мужчин и женщин, чем это наблюдалось в предыдущих сообществах, а в результате получается еще и объединение их в укрупненных поселениях. Прижившаяся у европейцев слово «цивилизация» по своим латинским корням восходит к понятию урбанизация. Надо было обладать большой храбростью человеку, осмелившемуся провести точную линию во времени, когда равновесие качнулось от плотного населения земледельческих деревень, образовавшихся вокруг религиозного центра или базара, в сторону первого настоящего города. Но все-таки резонно отметить, что в городе скорее, чем в каком-либо другом учреждении, собирается критическая масса факторов, способная произвести цивилизацию, и что как раз в городе возникали наиболее благоприятные для стимулирования нововведений условия, нежели в любой другой существовавшей до него общественной среде. Внутри города излишки общественных благ, произведенных земледельцами, могли послужить основой для появления других благ, характерных для цивилизованной жизни. Жители городов могли позволить себе содержание духовного сословия, представители которого разработали сложную структуру религиозного поклонения, потребовавшего сооружения массивных зданий, не предназначенных для хозяйственных функций, а потом и письменности для литературных произведений. Намного большие ресурсы, чем в прежние времена, выделялись на что-то иное, а не на непосредственное потребление. Появился вывод о необходимости проявления отрасливых достижений и опыта в новых формах. Накопленная культура постепенно становилась все более эффективным инструментом, предназначенным для изменения мира. Бросается в глаза одно такое изменение. В различных частях мира сформировались большие группы людей, отличающихся друг от друга. Самый очевидный факт, касающийся ранних цивилизаций, заключается в том, что они поразительно отличаются по вкусовым пристрастиям, но в силу очевидности мы обычно этого не замечаем. С появлением цивилизации открывается эпоха стремительной дифференциации по одежде, архитектуре, технике, поведению, социальным формам и мышлению. Корни этой дифференциации определенно лежат в доисторическом прошлом, когда уже существовали люди, отличившиеся образом жизни, эталоном быта, складом ума, а также физическими особенностями. Но это больше нельзя называть простым продуктом природного дара, сформировавшегося под воздействием окружающей среды. Это результат творческой мощи самой цивилизации. Только с усилением господства западной технологии в двадцатом веке это разнообразие стало стремительно нивелироваться. Начиная с первых цивилизаций и до нашего времени всегда существовали альтернативные модели общественного устройства, даже если представители этих цивилизаций знали друг о друге совсем мало. Большую часть этого разнообразия вернуть к жизни очень сложно. В некоторых случаях нам достаточно просто знать об их прежнем существовании. Начнем с того, что совсем немного сохранилось свидетельств о жизни разума. О ней можно судить разве что по учреждениям, которое удается восстановить, символам в искусстве и идеям, воплощенным в литературе. В них заключаются поводы для предположений, которые служат надежными координаторами, позволяющими нам составить представление о мире, даже не зная о существовании таких координат. История часто преподносит нам примеры того, чего люди о себе вообще не знали. Многие из таких идей представляются утраченными безвозвратно. И даже когда нам вроде бы удается уловить очертания того, что определяло мир людей, живших при старинных цивилизациях, требуется постоянно напрягать воображение, иначе не избежать соблазна впасть в анахронизм, повсюду поджидающий нас, даже овладевший грамотой человек мало что обнаруживает в умах существ, насколько похожих на нас, настолько же и отличных. Именно Западной Азии и Восточном Средиземноморье, стимулирующие взаимное влияние различных культур, становится очевидным в первую очередь и не вызывает сомнения вероятность появления именно здесь самых ранних цивилизаций. В неразберихе расовых переселений, произошедших на протяжении трех-четырех тысяч лет, случалось то обогащение, то обнищание этой области, где предстояло начаться истории человечества. В плодородном полумесяце человечеству и его культуре предстояли великие суровые испытания на протяжении практически всех исторических периодов. Ведь в этой зоне существовало не только осевшее население. Через него перекатывались волны переселенцев, несших с собой разнообразные идеи. В конечном счете здесь происходил щедрый обмен институтами, языками и верованиями, из которого даже сегодня происходит львиная доля человеческой мысли и обычаев. Что положило начало этому процессу, не находит однозначного объяснения. Но основополагающее предположение заключается в том, что первопричиной послужила перенаселенность на территориях, откуда пришли незваные гости. Перенаселенность применительно к миру, суммарная численность населения которого в 60 веке до нашей эры оценивается всего лишь 80-90 миллионов человек, что сравнимо с современным населением Германии может показаться понятием парадоксальным. За следующие 4 тысячи лет эта численность выросла приблизительно в полтора раза, до 130 миллионов человек. Получается так, что ежегодный прирост населения тогда практически ничего не составлял по сравнению с приростом населения, считающимся на наши дни, естественным. Такая статистика народонаселения служит показателем относительной неторопливости, с которой наши древние предки наращивали свой потенциал, а также того, насколько значительно новые возможности цивилизации поспособствовали в деле дальнейшего приумножения численности человечества и его процветании в сопоставлении с доисторическими временами. Такой рост, однако, по более поздним стандартам, выглядел все еще слабым, потому что опорой ему служил весьма ненадежный запас ресурсов, и именно их ненадежностью обосновываются утверждения об избыточности населения древнего мира. Засуха или истощение водных ресурсов могли внезапно и в значительной степени лишить территорию объемов присущей ей кормовой базы, и это было характерным явлением за тысячи лет до того, как продовольствия стали без особого труда завозить из других районов. В результате сразу же наступал голод, но по большому счету следует учитывать другие факторы, имевшие более существенные последствия. Главными движущими силами на заре истории служили возникавшие потрясения. Детерминантом до сих пор выступают климатические изменения, хотя в настоящее время их действие более локализовано и проявляется весьма специфически. Засухи, катастрофические бури, даже несколько десятилетий незначительного понижения или повышения температуры могли привести народы в движение и тем самым принести цивилизацию через соединение народов, носителей различных традиций. В столкновении и сотрудничестве они перенимали друг у друга что-то новое и таким образом обогащали общий потенциал их сообществ. Народы, выступавшие главными действующими лицами на заре истории в этом регионе, принадлежали к светлокожей ветви рода человеческого. Иногда по непонятной причине их причисляли к кавказцам, которая появилась в Европе. Они относятся к одной из трех основных территориальных групп особей человека разумного, остальные принадлежат к африканской и азиатской группам. Вместе с тем предпринимались попытки классифицировать народы на основе их языковых различий. Все народы, обитавшие в плодородном полумесяце ранних цивилизованных времен, по филологическому признаку, причислили к группам родственных языков. Получилось так, что хамитская семья развелась на африканском севере и северо-востоке Сахары, носители так называемого семитского языка на аравийском полуострове, носители индоевропейского языка из Южной России, к тому же в 60 веке до н.э. распространились в Европе и Иране, а в Грузии обосновались настоящие, так сказать, европейцы, кавказцы. Такого рода классификация выглядит по большому счету условной, зато дает некоторое представление о dramatic personae – действующих лицах на заре истории плодородного полумесяца и его окрестностей. Все их исторические центры располагаются вокруг зоны, где раньше всего зарождаются земледелие и цивилизация. Богатство такой благоприятной для жизни области должно было привлекать народы с периферии. Приблизительно к 60 веку до н.э. свободной территории в плодородном полумесяце практически не осталось, и нам пора предпринять попытку оценить следующие три тысячи лет, на протяжении которых создавались предпосылки возникновения самых ранних цивилизаций. Вероятно, к тому времени сюда уже начали проникать семитские народы. Их наплыв увеличивался до тех пор, пока к середине третьего тысячелетия до н.э. к тому времени цивилизации уже давно существовали, они не прижились в центральной Месопотамии на территории долины среднего течения рек Тигр и Ефрат. Взаимное влияние и вражда семитских племен с другими группами, которые смогли закрепиться на землях, замыкающих Месопотамию с северо-востока, считается одной из бесконечных тем, которой занимается целый ряд ученых, познавая древнюю историю этой области. К двухтысячному году до н.э. на сцену выходят народы, языки которых принадлежали к индоевропейской группе, причем выдвигаются они сразу с двух направлений. Представители одного из этих народов, хэтты, вторглись в Анатолию из Европы, а с востока в то же самое время вошли предшественники иранцев. Между 2000 и 1500 годами до н.э. ветви этих этнических групп ведут споры и смешиваются с семитскими и другими народами на территории самого полумесяца, в то время как политическую историю Старого Египта по большей части определяют контакты хамитов и семитов. Такой сценарий, конечно, написан большими выдумщиками. Достоинство его заключается только в том, что с его помощью можно установить основную динамику и этапы хода истории в этой области в древние времена. Подробности этой истории все еще вызывают большие сомнения, как это потом и окажется, а по поводу того, что обеспечивало ее изменчивость, сказать можно совсем мало, тем не менее, какими бы на самом деле ни были причины, былое переселение народов служило фоном, на котором появилась и достигла своего расцвета первая цивилизация. Глава 2. Древняя Месопотамия. Самым наглядным примером появления чего-то наиболее похожего на цивилизацию считается южная оконечность Месопотамии, представляющая собой полосу земли протяженностью 1120 километров, сформированную долинами рек Тигр и Ефрат. Эту оконечность плодородного полумесяца в эпоху неолита тесно покрывали население земледельцев и возделанные поля. Некоторые из древнейших поселений, судя по всему, находились на самом юге, где за сотни лет отложения стоков с высокогорья и благодаря ежегодным паводкам образовались плодороднейшие почвы. Выращивать зерновые культуры там всегда было намного легче, чем где бы то ни было еще, ведь полив в этих областях осуществлялся постоянно и в достаточном объеме. При том, что осадки здесь обильными не были и выпадали нерегулярно, воды все равно хватало, так как русло реки часто выходило на уровень выше поверхности окружающей равнины. Если верить выполненным расчетом, то урожай зерна в Южной Месопотамии приблизительно в 35 веке до нашей эры вполне сопоставим с отдачей плодороднейших канадских пшеничных полей в наши дни. С древнейших времен здесь существовала возможность выращивать урожай более богатый, чем требовалось для суточного потребления, и такого рода излишек служил фундаментом для зарождения городской жизни. Кроме того, в лежащем по соседству море можно было заниматься промыслом рыбы. Такое положение вещей представлялось для человека сложным вызовом природы, зато в нем заключались огромные возможности. Иногда случались внезапные и бурные изменения течения рек Тигр и Эфрат. Болотистые низменные земли Дельты приходилось защищать от паводка с помощью дамб, канав и каналов для паводковых штоков. Многие тысячи лет спустя в Месопотамии можно наблюдать применение приемов, впервые предположительно использовавшихся в древности, для сооружения платформ из тростника и тины, на которых оборудовали старинные земледельческие хозяйства этого района. Такие участки возделывания зерновых культур, образовавшиеся на самых плодородных почвах, представляются наглядным примером того, как на службу человека ставили большие для него неудобства. Однако дренажные и растительные каналы, без которых было не обойтись, требовалось содержать в исправном состоянии, а эту задачу можно было выполнить только с приложением коллективных усилий. Еще одним достижением, совершенно определенно, следует назвать возникновение общественной организации восстановления плодородия почвы. Как бы это на самом деле ни случилось, определенно невиданное до тех пор завоевание в форме превращения в плодородные поля топких болот должно было потребовать изобретения жилья новой конструкции, приспособленного для совместного проживания людей. По мере прироста населения, все больше земли осваивалось под выращивание продовольственных культур. Рано или поздно жители различных деревень вступали в спор друг с другом по поводу осушения болот, когда-то служивших для них разделительным пространством. Но еще раньше им приходилось общаться в связи с проведением необходимых хоросительных работ. При этом появлялся выбор – враждовать или налаживать сотрудничество. Каждый из этих вариантов предусматривал дальнейшую коллективизацию общества и укрепление власти на новом уровне. Примерно таким образом у людей появилось ощущение потребности в объединении и создании укрупненных союзов, каких не существовало раньше, в составе которых было удобнее защищать себя от нападения врага или покорять дикую природу. Одним из физических воплощений таких союзов стал древний город, обнесенный первоначально глинобитной стеной для защиты от наводнений и врагов, а также приподнятый над уровнем паводковых вод на своеобразном возвышении. Логично, что для городов выбирались места рядом с алтарем местного божества, который служил олицетворением власти в общине. Власть в ней отправлял ее главный жрец, назначавшийся правителем теократической, по сути, общины, окруженный такими же теократическими общинами. Своего рода соперничеством между такими общинами, хотя знать этого доподлинно нам не дано, можно объяснить различия в четвертом и третьем тысячелетии до нашей эры между Южной Месопотамией и другими районами распространения культуры неолита, с которой ее население уже долгое время пребывало в соприкосновении. По виду керамики и особенностям архитектуры алтарей напрашивается вывод о существовании связей между Месопотамией и неолитическими культурами Анатолии, Ассирии, а также Ирана, послуживших формированию цивилизованной области Ближнего Востока. У всех упомянутых выше территориальных образований можно отметить множество общих черт. Не только в одном относительно небольшом районе стиль деревенской жизни, характерный для большей части Ближнего Востока, начинает формироваться быстрее и развиваться в нечто новое. На таком фоне появляются первые особенности настоящего градостроительства, они просматриваются в стране Шумер, где уже распознается древнейшая цивилизация. Название древнейшей письменной цивилизации Шумер присвоено южной области Месопотамии, которая когда-то простиралась приблизительно на 160 километров на юг от нынешнего побережья. Народ, проживавший там, можно скорее отнести к группам, распространенным на севере и западе, чем к их семитским соседям на юго-западе. По предположительному происхождению, шумеры походили на своих северных соседей эламитов, живших на противоположном берегу Тигра. Ученые все еще не могут прийти к единому мнению по поводу времени переселения в эту область тех же шумеров, то есть людей, говоривших на языке, позже названном шумерским. Они могли осесть там приблизительно с 60 века до нашей эры. Но так как нам доподлинно известно, что население цивилизованного шумера представляло собой смесь этнических групп, возможно, включавших прежних жителей области, являвшихся носителями культуры с элементами иноземных и местных традиций, такой вопрос представляется непринципиальным. У шумерской цивилизации прослеживаются глубокие корни. Этот народ издавна придерживался образа жизни, мало отличавшегося от образа жизни соседей. Шумеры жили в деревнях и располагали несколькими основными центрами культового поклонения, обитатели которых практически никогда не менялись. Один из таких центров, обнаруженный в древнем городе под названием Эриду, мог появиться приблизительно в 50 веке до нашей эры. В исторические времена наблюдался его поступательный рост, и к середине четвертого тысячелетия там появился храм, который, как считают некоторые ученые, послужил изначальным образцом для развития месопотамской монументальной архитектуры. В настоящее время от него ничего не сохранилось, кроме платформы, на которой этот храм стоял. Такие центры культового поклонения изначально служили тем, кто жил по соседству. Городами в полном смысле этого слова такие центры назвать еще сложно, ведь их предназначение заключалось в отправлении религиозного культа и приеме паломников. Значительное постоянное население здесь, скорее всего, отсутствовало, но эти центры послужили стержнем, вокруг которого позже складывались города, и это помогает объяснить тесную связь религии и власти, всегда существовавшей в древней месопотамии. Еще задолго до тридцатого века до нашей эры в ряде таких мест появляются действительно очень большие храмы. Особым великолепием отличался храм Вуруке, в Библии, названном Эрехом, снабженный тщательно продуманным художественным оформлением и приковывающими внимание опорами из глинобитного кирпича 2,5 метра в диаметре. Среди главнейших свидетельств, связывающих месопотамию периода до появления цивилизации с историческими временами, называют найденную там керамику. Предметы такой керамики дают первое представление о появлении артефактов, значимых для культурного прогресса, причем качественно отличающегося от появившихся в ходе эволюции периода неолита. Так называемые урукские горшки, имя присвоено по месту их обнаружения, часто выглядят унылее, чем более старинные гончарные изделия, и не так волнуют воображение, однако их выпускали уже серийными партиями, изготавливали по стандартному образцу на гончарном круге, впервые используемом здесь в такой роли. Большое практическое значение этого предприятия состоит в том, что к моменту начала изготовления, так сказать, промышленной керамики в Месопотамии, уже существовал слой необходимых ремесленников, и жили они за счет достаточно зажиточных земледельцев, производивших излишек продовольствия, который обменивался на их изделия. Именно с момента данного изменения вполне обоснованно можно говорить о шумерской цивилизации. Все это продолжалось около 1300 лет, примерно с 3300 по 2000 году нашей эры, то есть приблизительно столько же времени, сколько нас отделяет от эпохи Шарлеманя, Карла Великого. В самом начале была изобретена письменность. Вероятно, это изобретение по значимости можно сравнить с открытием земледелия до наступления эры паровых машин. На протяжении почти половины срока, в течение которого человечество владело навыком письма, для него использовались глиняные носители. Письму как таковому предшествовало изобретение цилиндрических печатей с выгравированными на них миниатюрными рисунками, переносимыми на глину методом прокатывания по ней такой печати. Гончарные изделия со временем изнашивались в прах, зато эти печати сохранились в виде одного из величайших творческих достижений ремесленников Месопотамии. Древнейшие письмена возникли в виде пиктограмм или упрощенных картинок, считающиеся первым шагом от передачи сообщений в виде образов к символам с закодированным смыслом, нанесенных на глиняные таблички, обычно подвергавшиеся обжигу после нанесения на них информации с помощью заточенного стебля тростника. Древнейшие обнаруженные письма составлены на шумерском языке, и в них можно прочесть тексты распоряжений, списки товаров, квитанции. Перед нами в основном отрывочные хозяйственные документы, которые совсем не похожи на складную литературу. Письма на этих древнейших блокнотах и бухгалтерских книгах постепенно преобразовывалась в клинопись, представлявшую собой определенный способ расположения знаков, наносимых на глиняную табличку с помощью клинообразного кончика тростника. Таким образом, в Месопотамии полностью отказались от пиктографического письма. Знаками и группами знаков на данном этапе стали обозначать фонетические, а также, возможно, силабические элементы языка. Причем все они составлены из комбинаций того же самого клина. Такая форма передачи сообщения знаками представляется более гибким, чем все остальные способом среди используемых до настоящего времени, а шумерам удалось создать ее чуть позже 30 века до нашей эры. Благодаря достаточному количеству письменных памятников шумерской культуры нам теперь известно о языке этого народа. Несколько шумерских слов дошло до наших дней. Одно из них в первозданном виде означает слово «алкоголь». И самый старинный рецепт приготовления пива, что наводит на определенное размышление, но наибольший интерес с точки зрения этого языка представляет само сохранение его в письменной форме. Владение грамотой, с одной стороны, открывало новые обширные возможности для общения, а с другой стороны, придавало уверенности в повседневной жизни, так как можно было свериться с письменным источником наравне с устным сообщением. При наличии письменных инструкций значительно упрощалась организация сложных мероприятий по орошению земель, сбору и хранению урожая зерновых культур, служивших основой развивающегося человеческого сообщества. Письменность способствовала повышению отдачи от эксплуатации природных богатств. Она, к тому же, послужила укреплению власти и приданию особого значения кастам жрецов, поначалу присвоивших себе исключительное право на овладение грамоты. Интересно отметить тот факт, что одно из древнейших предназначений цилиндрических печатей явно придумали жрецы, ведь по большому счету их использовали для удостоверения количества зерна при поступлении его в распоряжение храма. Можно предположить, что жрецы поначалу вели учет хозяйственных сделок в системе централизованного перераспределения общественных благ, при которой люди сдавали причитающуюся с них продукцию в храм и получали там нужное им самим продовольствие или материальные ценности. Помимо таких учетов, изобретенное письмо в большей степени открывает историку прошлое еще в одном отношении. Теперь он, наконец-то, владеет неопровержимыми свидетельствами, необходимыми для получения представления о складе человеческого ума. Ведь литература сохраняется в письменном виде. Древнейшим в мире литературным произведением числится сказание о Гильгамеше. Его наиболее полный вариант, правда, относится всего лишь к седьмому столетию до нашей эры, однако легенда как таковая появляется уже в шумерские времена и существует сведения о том, что ее записали в самом начале двухтысячного года на нашей эры. Гильгамеш когда-то жил на самом деле и правил в уруке. Он, к тому же, считается не только первым в мировой литературе реальным персонажем, но и героем также других поэтических произведений. Автору настоящего труда без упоминания его имени никак не обойтись. Современному читателю самым поразительным эпизодом сказания может показаться наступление великого потопа, принесшего погибель всему человечеству, за исключением одной богом избранной семьи, спасшейся на построенном ими ковчеге. От них пошла новая ветвь человечества, заселившего мир после завершения этого потопа. В древнейших вариантах сказания этого сюжета отыскать не удается. Зато он появился в виде отдельной поэмы с описанием судьбы рода человеческого, и такая легенда в многочисленных формах пересказывается в эпосе Ближнего Востока. Причем ее включение в данное старинное произведение вполне понятно. Население низменной месопотамии должно было постоянно страдать от разливов рек, которые во многом ограничивали возможности совершенствования ненадежной системы орошения, от которой зависело его благополучие. Можно предположить, что наводнения в древности воспринимались как неизбежное бедствие, и на его фоне сложился беспросветный фатализм, который кое-кто из ученых рассматривает в качестве ключа к шумерской религии. Все сказание пронизано мрачным настроением. Гильгамеш совершает великие подвиги в своем неустанном поиске основания для самоутверждения в условиях действия непоколебимых законов богов, предусматривающих поражение человека, и в конечном счете боги одерживают победу. Гильгамешу тоже уготована неминуемая гибель. Судьба литературных героев этого произведения, как людей мудрых, напоминает молодой месяц с характерным для него ростом и убыванием лунного серпа, люди должны задаться таким вопросом. Кто еще когда-либо правил, располагая волей и властью, принадлежавшей ему? Без него нам ничего не светит точно так же, как в безлунную ночь или при затянутом тучами небе. О, Гильгамеш, вот какой смысл передавался через твой сон? Тебе поручили править царством, и в этом состояла твоя судьба. А вот вечной жизни ты не удостоился. Вместе с ощущением настроя повествования и осознанием заложенного в нем религиозного темперамента самой цивилизации, из данного произведения можно подчеркнуть богатое сведение о богах древними сапотами. Вот только достоверную историю и сказания извлечь сложно, тем более привязать к ней исторический образ Гильгамеша. В частности, попытки обнаружить свидетельство того самого библейского потопа средствами археологии убедительных результатов не принесли, хотя следов многочисленных наводнений на территории Междуречия, сколько угодно. Из воды в какой-то момент появляется суша. Тогда, быть может, нам предлагается рассказ о сотворении мира, его происхождении. В еврейском священном писании, Танах, суша появляется из морских пучин по воле бога, и такой вариант происхождения земли устраивал образованнейших из европейцев на протяжении тысячелетий. Захватывающим занятием представляется рассуждение на тему того, что появлению у нас собственного интеллектуального наследия в огромной степени способствовало мифологизированное изложение шумерами их собственной доисторической жизни, когда их предки в болотах Месопотамской дельты изобрели земледелие. Однако все это выглядит досужими домыслами, а разум подсказывает нам остановиться всего лишь на бесспорных совпадениях, изложенных в сказании и одной из известнейших библейских легенд, касающейся эпопеи с Ноем и его ковчегом. Суть данной легенды служит намеком на ту важность, которую имело распространение шумерских идей на Ближнем Востоке еще долгое время после того, как центр истории его переместился в Верхнюю Месопотамию. Различные версии и эпизоды из сказания о Гильгамеше, если только придерживаться исключительно одного его текста, встречаются в летописях и реликвиях многих народов, доминировавших во властях данного региона во втором тысячелетии до нашей эры. При том, что позже данное произведение было утеряно, а вернуть его удалось лишь в новейшие времена. Имя Гильгамеша упоминалось в литературе на языках многих народов на протяжении двух тысяч лет наподобие того, как европейские авторы до недавнего времени позволяли себе любые ссылки на классическую Грецию, ничуть не сомневаясь в том, что читатели легко их поймут. Шумерский язык на протяжении многих веков использовался в храмах и школах писарей практически так же, как латынь служила ученым людям в культурном хаосе народов Европы после краха западного классического мира Рима. Такое сравнение следует считать гипотетическим, так как в литературной и лингвистической традиции воплощаются идеи и представления, определяющие и ограничивающие различные способы видения мира, то есть они обладают исторической весомостью. Получается так, что самые важные идеи, увековеченные в шумерском языке, относятся к религии. Такие города, как Ур и Урук, послужили инкубаторами идей, которые после преобразования в другие религии, возникшие на Ближнем Востоке на протяжении II и I тысячелетия до н.э., четыре тысячи лет спустя получили распространение во всем мире, пусть даже в практически неузнаваемых видах. В сказании о Гильгамеше встречаем, например, идеальное творение природы в лице мужчины по имени Энкиду. Его падение связано с потерей невинности, с соблазнившей его блудницей, и после этого, познав плоды цивилизации, он теряет свою благотворную связь с естественным миром. Литература позволяет находить такого рода намеки в мифологиях других и более поздних обществ. Через литературные памятники люди начинают осознавать значение вещей, ранее скрытое в неясных реликвиях жертвенных подношений, глиняных фигурках, а также в планировке на местности алтарей и храмов. В древнейшем шумере они уже дают возможность обнаружить порядок человеческого общения со сверхъестественными силами, отличающийся гораздо большей сложностью и тщательностью осмысления, чем что-либо иное в то далекое от нас время. Древнейшие города возникали вокруг храмов, и эти храмы становились все крупнее и внушительнее, в том числе потому, что зародилась традиция возведения их новых зданий на насыпях, сооружавшихся для предыдущих культовых мест. В них исполнялись обряды жертвоприношений ради богатых урожаев. Позже произошло усложнение их культов. Более роскошные храмы построили гораздо севернее, у самого Ашура, расположенного почти на пятьсот километров выше по течению тигра. Нам известно об одном таком храме, построенном из кедра, привезенного из Ливана, и медии из Анатолии. Ни в одном другом древнем обществе того времени религия не занимала такого видного места, а на содержание ее служителей не выделялось такой большой доли коллективных ресурсов. В этой связи высказывается предположение о том, что ни в одном другом древнем обществе люди не чувствовали себя абсолютно зависимыми от воли своих богов. В доисторические времена ландшафт Нижней Месопотамии представлял собой плоскую однообразную болотистую равнину с многочисленными водоемами. Никаких гор, подходящих для обитания богов, там никогда не существовало. Только пустые небеса над головой, безжалостное летнее солнце, сбивающее с ног ветры, защиты от которых отыскать было негде, неудержимый напор паводковых вод и губительные приходы засухи. Боги обитали в виде этих стихийных сил, или на так называемых возвышениях, в одиночестве господствовавших над равнинами, в построенных из кирпича башнях и зиккуратах, ступенчатых сооружениях, состоявших из трех семи усеченных ступеней с храмом наверху, сложенных из кирпича сердца с последующей яркой окраской, упомянутых в библейской легенде о Вавилонском столпотворении. Понятно, что шумеры, видели свое предназначение в тяжком труде на благо богов. Приблизительно к 2250 году до нашей эры в шумере более или менее сложился пантеон богов, олицетворявших явления и силы природы. Этот пантеон послужил фундаментом месопотамской религии и ознаменовал начало богословия. Изначально жители каждого города выбирали своего собственного бога. Можно предположить, что в ходе политических перемен в отношениях между городами эти боги в конечном счете выстроились в соответствии со своего рода иерархией, отразившей и определившей взгляды людей на человеческое сообщество. Боги месопотамии в окончательном виде изображены в человеческом обличье. Каждому из них определен собственный образ деятельности или роль. Появился бог воздуха, бог воды, бог пахарь. Иштар, под этим семитским именем она вошла в историю, считалась богиней любви и воспроизведения потомства, а также войны. Венчали иерархию три великих бога мужского пола, роли которых совсем непросто определить. Ану, Энлиль и Энки. Ану числился отцом всех богов. Самым знаменитым сначала считался Энлиль. Его звали владыкой ветра, без которого не обходилось ни одно дело. Бог мудрости и пресных вод, которые для шумера буквально означали жизнь по имени Энки, служил учителем, а также распорядителем живых и мертвых, который поддерживал порядок, установленный Энлилем. Эти боги потребовали искупительных жертвоприношений и поклонения в соответствии с тщательно разработанным обрядом. За все это и за достойную жизнь боги обещали процветание и долгие годы. Но не больше. При всей неуверенности в жизни населения Месопотамии было не обойтись без ощущения возможного покровительства со стороны сверхъестественных существ. Люди нуждались в богахах защитников от капризов природы. Боги, хотя никто Месопотами их так не называл, представлялись плодом осмысления людьми примитивных попыток обуздания окружающей природы, предотвращения внезапных бедствий в виде наводнений и пыльных бурь, надежды на продолжение цикла смены сезонов с повторением большого весеннего праздника, когда боги снова женились и воспроизводилась драма сотворения мира. После этого можно было верить в продолжение мира еще на один год. Одно из важнейших требований, которые позже люди стали предъявлять к религии, заключалось в том, чтобы ее служители облегчили им задачу примирения с неизбежным ужасом смерти. Самих шумеров и народы, унаследовавшие их религиозные убеждения, вряд ли могли полностью устраивать сложившееся у них верование в том виде, в каком нам дано эти верования осознать. Они, похоже, представляли свое существование после смерти в мрачном и грустном мире. То есть им предстояло переместиться в дом, где они пребывают в темноте, где приходится питаться прахом и вместо мяса удовлетворяться глиной. У них будут, как у птиц, крылья вместо одежды, на запоре, и двери лежит пыль, а вокруг стоит мертвая тишина. Отсюда происходит более позднее понятие преисподней и ада. Причем, по крайней мере, одним обрядом допускалось самоубийство. Ведь в середине третьего тысячелетия шумерского царя и царицу в могилы сопровождали их слуги, которых тогда хоронили с господами, возможно, после приема усыпляющего снадобья. По такому обряду можно сделать предположение о том, что покойникам предстояло отправиться куда-то, где большая свита и роскошное украшение обладали не меньшей ценностью, чем при их жизни на земле. Шумерская религия содержала важные политические аспекты. Вся земля принадлежала исключительно богам. Царь или, предположительно, царь-жрец, по происхождению из военных вожаков, выступал в роли всего лишь наместника, викария этих богов на земле. Понятно, что ни один человеческий суд не мог призвать наместника богов к ответу. Появление такого викариата к тому же означало формирование сословия жрецов, то есть мастеров, положением которых предусматривались практические преимущества, позволявшие приобретение ими особых навыков и знаний. В этом отношении шумеры также заложили основы новой традиции, от них пошли прорицатели и мудрецы Востока. Им мы, к тому же, обязаны появлением первой упорядоченной системы просвещения, основанной на запоминании и переписывании текстов клинописным шрифтом. Среди сопутствующих приобретений шумерской религии следует назвать первое произведение искусства с изображением людей. В частности, жрецы одного из религиозных центров, находившегося в Мари, явно увлекались изображением людей, занятых в обрядовых действиях. Иногда изображались групповые процессии. Тем самым удалось установить один из величественных сюжетов изобразительного творчества. Знаменитыми стали еще два сюжета «Война» и «Мир зверей». Кое-кто из исследователей обнаружил в ранней портретной живописи шумеров еще и глубинное значение. Они видели в портретах людей психологические качества, которые сделали возможными удивительные достижения их цивилизации, то есть честолюбие и стремление к успеху. Опять же, такой вывод воспринимается однозначно далеко не всеми учеными. Произведение шумерского изобразительного искусства впервые позволили познакомиться с последневной жизнью людей древности, скрытой от нас завесой веков. А если исходить из широкого распространения контактов шумеров с другими живущими по соседству народами и, по большому счету, сходству их структуры жизни, тогда не составит большого труда представить себе кое-что из жизни населения на более просторной площади древнего ближнего Востока. На печатях, в скульптурных и живописных произведениях зачастую представлены мужчины в своего рода меховых, шкуры коз или овец, накидках, а у женщин шкуры бывают наброшены на плечо. Часто, правда, не всегда мужчины предстают чисто выбритыми. Войны отличаются от минных людей только оружием и иногда коническими кожаными шапками. Признаки роскоши проявляются в наличии досуга и дополнительного имущества сверхобычной одежды, а также обладании ювелирными украшениями, которых до наших дней дошло очень много. Таким образом, обозначается статус человека, и уже можно говорить об усложнении общественных отношений. До нас дошли также жанровые сценки пирушек. Группа мужчин сидит в креслах с чашками в руках, а некий музыкант развлекает их своими мелодиями. В такие моменты шумеры кажутся более современным народом. Бракосочетание у шумеров во многом напоминает обряды более поздних сообществ людей. Главная задача жениха заключалась в том, чтобы заручиться согласием на брак со стороны родителей невесты. После согласования удовлетворяющих всех условий утверждалась моногамная семейная единица через брак, закрепленный договором с приложением печати. Семью возглавлял патриархальный муж, которому подчинялись в равной степени его родственники и рабы. Такой порядок до недавнего времени соблюдался практически во всех уголках нашего мира. Но следует отметить забавные тонкости этого дела. В юридических и литературных источниках содержится свидетельство того, что даже в древние времена шумерские женщины находились в менее угнетенном положении, чем их сестры во многих более поздних ближневосточных обществах. В семитских и несемитских традициях можно найти отклонение в этом вопросе. В шумерских легендах, посвященных богам, предлагается общество, члены которого настороженно и даже с опаской относятся к власти женской чувственности. Шумеры были первым народом, литераторы которого упомянули о человеческой страсти. Это непросто связать с какими-то нормами, но по шумерскому праву женщин нельзя было считать всего лишь собственностью мужчины. Женщины пользовались всеми основными гражданскими правами, даже рабыня, родившая детей от свободного мужчины, имела определенную защиту в соответствии с законом. Право на развод предусматривалось для женщин, а также мужчин, решивших расстаться. При этом за разведенными женами сохранялись равные с мужчинами права. Хотя супружеская измена жены каралась смертью, а измена мужа прощалась, такое положение вещей можно объяснить в свете проблемы наследования и права собственности. Только после шумерских времен в месопотамском праве акцент ставится на целомудрии и возвеличивании почтенных женщин, ведущих безупречный образ жизни. Обе эти нормы служат признаком ужесточения отношения к женщинам и снижения их роли в обществе. Шумеры также продемонстрировали большую изобретательность в сфере практических разработок. В этом смысле остальные народы очень многим им обязаны. Влияние шумерского права можно проследить далеко после заката культуры шумеров. Шумеры заложили основы математики, изобретением метода выражения числа, положением, а также знаком. Ведь мы, например, можем полагать цифру один единицей, одной десятой частью, десяткой или несколькими иными значениями в соответствии с ее положением относительно десятичной запятой. Догадались о способе деления круга на шесть равных сегментов, овладели десятичной системой исчисления, хотя ею не пользовались, и мы впервые узнаем о семидневной неделе из сказания о Гильгамеше. К закату истории шумеры, как самостоятельная цивилизация, научились жить крупными группами. Известно, что в одном единственном шумерском городе насчитывалось тридцать шесть тысяч жителей мужского пола. Для этого требовались соответствующие строительные навыки, и еще более высокие требования предъявлялись к возведению монументальных сооружений. Из-за острой нехватки строительного камня в Южной Месопотамии ее жители сначала сооружали постройки из тростника, обмазанного глиной, а потом из кирпича, изготовленного из той же высушенной на солнце глины. Технология шумерского кирпичного строительства достигла большого совершенства ближе к завершению периода их истории. Ведь именно тогда появилась возможность возведения очень крупных зданий с колоннами и террасами. Верхняя ступень самого грандиозного из шумерских монументов Зиккурата в Уре находится на высоте в тридцать с лишним метров, а размеры основания составляют шестьдесят на сорок пять метров. Древнейший сохранившийся гончарный круг археологи обнаружили в Уре. Впервые человек использовал в производственных целях вращательное движение предмета. На гончарном круге основывалось крупномасштабное производство глиняной посуды, и это ремесло стало делом мужчины, а не женщины, как было раньше. В скором времени, то есть к тридцатому веку до нашей эры колесо приспособили для транспортных целей. К еще одному изобретению шумеров относится изготовление стекла, а отдельные ремесленники в третьем тысячелетии до нашей эры занялись литьем из бронзы. Данное нововведение заставляет задаться следующим вопросом. Откуда бралось сырье? Никакого металла в Южной Месопотамии не имелось. Кроме того, даже в предыдущие времена, при Неолите, жители этой области должны были где-то приобретать кремень и обсидиан, необходимые для изготовления примитивных земледельческих орудий. Понятно, что тут было не обойтись без широкой сети внешних связей, прежде всего с достаточно удаленными Левантом и Сирией, а также с Ираном и Бахрейном в нижней части Персидского залива. Еще до двухтысячного года до нашей эры в Месопотамию поступали товары, пусть даже не напрямую, из долины Инда, вместе с документальными доказательствами, которыми подтверждаются контакты с Индией раньше двухтысячного года на нашей эры. Эти товары наводят на мысли о подспудно появляющейся системе международной торговли, внутри которой уже возникают заметные схемы взаимной зависимости. Когда в середине третьего тысячелетия поставки олова с Ближнего Востока истощились, бронзовое оружие Месопотамии пришлось поменять на оружие из меди в чистом виде. Вся эта цивилизация существовала за счет земледелия, вести которое с самого начала было занятием сложным, но доходным. В большом количестве здесь выращивали зерно ячменя, пшеницы, проса и сезама, кунжута. Главной культурой можно назвать ячмень. Именно им объясняются многочисленные свидетельства употребления в древней Месопотамии пьянящих напитков. На легкой пойменной почве достижение высокой выражайности посевов обходилось без применения особых орудий. Главный вклад в техническое оснащение здесь приходился на практическое орошение и совершенствование управления. Такого рода навыки накапливались медленно. Нам достались свидетельства шумерской цивилизации, просуществовавшей на протяжении полутора тысяч лет ее истории. До сих пор речь шла о таком громадном отрезке времени, будто на его протяжении ничего не происходило, как будто оно представляло собой нечто неизменное. Но это не так. Чтобы там не говорили о низком темпе изменений в древнем мире, которые теперь вообще могут казаться нам статическими погрешностями, те пятнадцать веков принесли жителям Месопотамии великие перемены. Прежде всего, в полном смысле этого слова началась история человечества. Ученые восстановили многие основные события того времени, но автор настоящего труда не ставит перед собой цели подробно их изложить, тем более что большая их часть все еще вызывает споры. Другая часть остается неясной, и даже даты подчас весьма приблизительны. Постараемся хотя бы привязать первый период месопотамской цивилизации к ее преемникам, а также показать, что происходило в то же самое время в других местах. В истории шумеров можно выделить три крупных этапа. Первый, ограниченный приблизительно 3360 и 2400 годами до нашей эры, называется архаическим периодом. Его изложение содержит описание войн между городами-государствами, их подъемов и закатов. Редкими, но надежными свидетельствами тогдашних войн служат укрепленные города и применение в военном деле колеса в виде такого изобретения, как неуклюжие двухосные колесницы. Ближе к середине этого девятисотлетнего этапа отмечаются попытки утверждения местных династий, причем с переменным успехом. Изначально шумерское общество вроде бы строилось на некоторой представительной, даже демократической основе, но по мере роста государства у шумеров появились цари, отличавшиеся от первых правителей жрецов. Предположительно, они начинали путь к власти полководцами, назначавшимися жителями городов командовать их вооруженными отрядами, но не отказались от верховенства, когда опасность, в связи с которой их нанимали, отпала. От них пошли династии, враждовавшие друг с другом. С таким неожиданным появлением великого человека открывается новая фаза истории. Первым из них считается царь семитского города Аккада Саргон I, который в 2334 году до н.э. покорил Месопотамию и основал Аккадскую верховную власть. До наших дней дошло изваяние, предположительно, его головы. Если это на самом деле так, то мы имеем дело с одним из первых портретов Августейшей особы. Он занимает первое место в продолжительной череде объединителей империи. Считается, что Саргон посылал свои войска до Египта и Эфиопии, и этот царь открыл шумерам окружавший их мир. Жители Аккада позаимствовали у шумеров клинописную грамоту, и правление Саргона базировалось не на относительном превосходстве одного города-государства над другим, а на определенной степени интеграции. Его народ принадлежит к племенам на протяжении тысячелетий давлеющих над цивилизациями долин-рек. Навязав свою власть, этот народ перенял нужное ему культурное наследие побежденных. В результате нам достался новый стиль шумерского искусства, отмеченного сюжетной линией побед царей. Аккадская империя отнюдь не означала тогда конец шумера. Как раз наступил второй главный этап его истории. Речь идет о появлении нового уровня организации. Ко времени Саргона возникло государство в полном смысле этого слова. Разделение светской и религиозной властей, появившееся в древнем шумере, приобрело фундаментальный характер. При том, что сверхъестественные представления пронизывали повседневную жизнь на всех уровнях, власти правителя и жрецов разошлись в разные стороны. Свидетельство такого разделения властей можно наблюдать в шумерских городах в физическом проявлении. Рядом с храмами появились дворцы знати. Власть богов теперь тоже простиралась за пределами обители хозяина дворца. При всей расплывчатости сведений о превращении знаменитостей древних городов в царей, свою роль в этом процессе должно было сыграть развитие воинской профессии. На памятниках города Ура появляются организованные порядки вымуштронанной пехоты, ведущие наступление в строю фаланги под прикрытием щитов с опущенными в сторону противника копьями. В Акаде наблюдается своего рода кульминационный момент становления древнего военного дела. Саргон держал в своем дворце пять тысяч четыреста солдат, питавшихся из его котла. Можно вполне уверенно говорить о завершении процесса наращивания власти, насилия. Завоевания позволяли накапливать ресурсы на содержание собственного войска. Но начало всего процесса лежало в плоскости конкретных задач и потребностей Месопотамии. По мере увеличения численности населения, одна из главных задач правителя должна была заключаться в мобилизации трудовых ресурсов в интересах проведения масштабных работ по орошению земель и обузданию паводковых вод. Управление проведением таких мероприятий могло к тому же позволить набор нужного количества солдат, а так как вооружение становилось все более сложным и дорогостоящим, в военном деле требовался соответствующий профессионализм. В известной степени достижения Акадцев в военной сфере обеспечивались применением нового оружия в виде сложного лука, изготовленного из деревянных и роговых полос. Акадская гегемония просуществовала относительно недолго. Через 200 лет при правнуке Саргона она была свергнута горными народами, гутьянами, и начался последний этап истории шумеров, названный учеными Неошумерской. На последующие 200 лет или около того до 2000 года до нашей эры господство снова перешло к местным шумерам. На сей раз его центром стал город Ур, и хотя трудно понять, что это означало на практике, первый царь третьей династии Ура, пришедший к власти, назвал себя царем шумера и Акада. В шумерском искусстве данного периода проявилась новая тенденция к возвеличиванию власти суверена. Традиция народной портретной живописи архаичного периода практически сошла на нет. Снова началось строительство храмов, еще больших по размеру и роскошных, а цари явно стремились воплотить свое величие в зиккуратах. По дошедшим до нас официальным документам, можно судить о сохранении к тому же акадского населения. В неошумерской культуре проявляется множество семитских черт, а в стремлении к расширению царской власти можно заподозрить семитское население. Области, платившие дань последним успешным царям Ура, растираются от Суз на границах Элама в нижнем течении Тигра до Библоса на побережье Ливана. Так наступил закат первого народа, сумевшего создать свою цивилизацию. Разумеется, никуда этот народ не исчез, но волны общей истории народов Месопотамии и Ближнего Востока поглотили его индивидуальность. Великая эпоха его творческого порыва осталась позади, а мы сосредоточили свое внимание на относительно небольшой территории, теперь же горизонты истории будут расширяться. На границах сосредоточивались многочисленные враги. Приблизительно в 2000 году до нашей эры пришли эламиты, и Ур пал перед ними. Причины поражения шумеров нам неизвестны. На протяжении тысячелетий сохранялась вражда между народами, и кое-кто видит в таком поражении результат борьбы за контроль над маршрутами, пролегавшими по территории Ирана, который мог гарантировать свободный доступ к горной местности, где залегали полезные ископаемые, необходимые жителям Месопотамии. В любом случае господству правителей Ура наступил конец. Вместе с ним исчезла самобытная шумерская традиция, теперь уже слившаяся в водовороте мира новых цивилизаций. Она с тех пор только излетко просматривалась в образцах материальной культуры, созданных другими народами. На протяжении пятнадцати веков или около того шумеры наращивали грунтовое основание цивилизации Месопотамии, точно так же, как их доисторические предшественники создавали физический плодородный слой, на котором зашла сама шумерская цивилизация. После нее осталась письменность, монументальное сооружение, понятие справедливости и законности, азы математики и великая религиозная традиция. Итак, список солидный, а еще семена значительно больших грядущих свершений. Месопотамской традиции предстояла еще длинная жизнь, и каждая ее сторона оказывалась затронутой шумерским наследием. Пока шумеры выстраивали свою цивилизацию, их влияние одновременно способствовало повсеместным изменениям у других народов. На всем протяжении плодородного полумесяца возникали новые царства и формировались народы. Их усилия подстегивались или направлялись тем, что они видели у своих соседей на юге, империи Ур, а также собственными потребностями. Распространение признаков цивилизации шло уже просто стремительно. Из-за этого крайне затрудняется точное определение контуров и категорий главных процессов данных веков. Но сложность усугубляется еще и тем, что на Ближнем Востоке на протяжении продолжительного времени царила неразбериха из-за переселения народов, причин которого нам понять пока не дано. К ним относятся сами акаццы, первоначально покинувшие Великой Семитской родной край Аравии, чтобы осесть в Месопотамии. Гутьяны, сыгравшие свою роль в неспровержении акаццев, переселились с севера. Самыми удачливыми из всех этих народов оказались амориты, относящиеся к одной из семитских групп, расселившиеся на обширной территории и примкнувшие к эламитам, чтобы совместными усилиями опрокинуть армии царства Ур и покончить с его верховенством. Они утвердились в Ассирии или Верхней Месопотамии со столицей в Дамаске, а также в Вавилоне и ряде царств, простиравшихся до побережья Палестины. Древние шумеры Южной Месопотамии никак не могли примириться с эламитами. В Анатолии их соседями оказались хетты, индоевропейский народ, представители которого переселились с Балкан в третьем тысячелетии. В окрестностях этого великого столпотворения простиралась еще одна древняя цивилизация – Египет, а также обитали племена энергичных индоевропейских народов, заселивших Иран. Общая картина представлялась хаосом. Область выглядела водоворотом групп, втягивающихся в его воронку со всех сторон. Неким подходящим ориентиром можно воспользоваться с появлением в Месопотамии новой империи, триумфально вошедшей в историю под названием Вавилон. С этой империей неотъемлемо связана личность ее знаменитого царя по имени Хаммурапи. Ему и без того досталось бы заметное место в человеческой истории, хотя бы в силу его широко известной репутации законодателя. Свод законов Хаммурапи остается самым древним трудом, автор которого сформулировал правовой принцип око за око. Он, к тому же, числится первым правителем, объединившим всю Месопотамию, и хотя его империя просуществовала совсем недолго, превратилась в символический центр семитских народов юга Ближнего Востока. Все началось с победы одного из аморитских племен над его соперниками в период смуты после краха царя Ура. Хаммурапи мог провозгласить себя правителем в 1792 году до нашей эры. Его преемники исправно продолжали его дело приблизительно до начала 1600-х годов до нашей эры, пока хетты не разрушили Вавилон, и Месопотамия снова была поделена между враждовавшими народами, стекавшимися на ее территории со всех сторон. В период своего максимального возвышения территория Первой Вавилонской империи простиралась от Шумерского государства и северного побережья Персидского залива до Ассирии, образованной верхней части Месопотамии. Хаммурапи правил городами Ниневия и Нимруд на берегу Тигра, городом Марии в верховьях Ефрата, а также контролировал эту реку до места ближе всего расположенного к городу Алеппо. Государство, занимавшее территорию протяженностью 1126 км длиной и приблизительно 160 км шириной, выглядело тогда огромным, на самом деле крупнейшим. Даже в наши дни такое представить невозможно, при том, что империя царя Ура потерпела поражение и сдалась на милость победителя. Для этой империи сформировали тщательно продуманную административную структуру, и свод законов Хаммурапи справедливо считается знаменитым, хотя известность ему достала силу случайного стечения обстоятельств. Предыдущие своды суждений и правил дошли до нас в виде всего лишь разрозненных фрагментов, зато свод законов Хаммурапи выбили в камнях и выставили их во внутренних дворах храмов, чтобы народ мог свободно обращаться к мудрости своего правителя. Но в отличие от предыдущих правовых сборников, в этом памятнике авторы смогли подробным и упорядоченным способом собрать 282 статьи, в которых давалось всестороннее толкование широкого диапазона вопросов, оплаты труда, бракоразводного процесса, оплаты услуг лекарей и многих других актуальных сторон жизни. Речь шла не столько о законодательстве, сколько о декларации существующего права, и разговором о своде законов можно ввести собеседника в заблуждение, если только не сделать оговорку в пользу вышесказанного. Хаммурапи собрал вместе уже применявшееся в его время правило. Он не придумывал свои законы де ново заново. Его кодекс норм общего права не менялся на протяжении долгого времени месопотамской истории. Главное внимание в этом своде правил уделено проблемам семьи, оборота земли и торговли. При этом возникает картина общества, ушедшего уже далеко вперед от регулирование через родственные связи, местное сообщество и управление главами деревень. Ко времени Хаммурапи судебная процедура уже возникла из храмового правосудия, а правилом стало отправление суда людьми, не относившимися к сословию жрецов. В судах заседали представители местной городской знати, и от них обращения поступали в Вавилон, а также к самому царю. На стеле Хаммурапи, каменном столбе, на котором высечен его свод законов, ясно сказано, что его цель состояла в том, чтобы обеспечить справедливость через издание закона. Угнетенный человек, который обретет судебное дело. Пусть подойдет к моему царя справедливости изображению, пусть заставит прочитать мой написанный памятник, пусть он услышит мои драгоценные слова, а мой памятник пусть покажет ему его дело, пусть он увидит свое решение, пусть успокоит свое сердце. К сожалению, быть может, его наказания выглядят более суровыми по сравнению с древней шумерской судебной практикой, но в других аспектах, таких как законы, касающиеся прав женщин, шумерская традиция в Вавилоне сохранилась. Положение свода закона в Хаммурапи, касающиеся собственности, включали законы о положении рабов. В Вавилоне, как и во всех остальных центрах древней, а также современной цивилизации, существовала система рабовладения. Скорее всего, происхождение рабовладения восходит к завоевательным войнам. Совершенно определенно, рабство предназначалось судьбой всем тем, кто терпел поражение в той или иной войне древней истории, а также его женщинам и детям. Но ко времени появления Первой Вавилонской империи постоянные невольничьи рынки уже существовали, и сложились устойчивые цены, указывающие на абсолютную регулярность торговли людьми. Особенно высоко ценили отличающихся особыми качествами рабов из определенных районов. При том, что право владельца на раба считалось фактически абсолютным, некоторые невольники в Вавилоне пользовались заметной независимостью, занимались своим доходным делом и даже владели собственными рабами. Им предоставлялись собственные права, пусть даже весьма ограниченные по сравнению с правами свободных людей. Нам сложно понять, что на практике означало рабство в мире, в котором отсутствовало воспринимаемое нами как бесспорное осознание того, что систему рабского труда ничем оправдать невозможно. Все рассуждения общего характера сходят на нет в свете утверждения о великом разнообразии направлений использования рабов. Если уж в то время судьба всем рабам доставалась нелегкая, то и практически всем свободным людям их жизнь медом не казалась. Остается разве что сочувствовать судьбе пленников, уведенных в рабство множеством победоносных царей, чьи мемориалы украшают просторы от золотого стандарта ура середины третьего тысячелетия до каменных барельефов ассирийских завоевателей 1500 лет спустя. В древнем мире цивилизация создавалась за счет безжалостной эксплуатации человека человеком, и если такой метод считался не слишком жестоким, то исключительно потому, что о другом возможном пути ведения дел никто даже помыслить не мог. В свое время вавилонская цивилизация вошла в легенду своим великолепием. Сохранение одного из величайших внешних представлений о городской жизни, суетного, порочного города удовольствия и потребления, в названии Вавилон, переходило по наследству и сообщало о масштабе и богатстве этой цивилизации, хотя львиная его доля появилась в более позднем периоде истории, и все же сохранилось достаточно памятников, чтобы за этим мифом разглядеть факты, касающиеся древней Вавилонской империи. Производящим огромное впечатление можно считать, например, дворец в городе Мари. Стены, окружающие дворы, и в некоторых местах достигающие толщины 12 метров, около 300 комнат, формируют комплекс, оснащенный водоотводной системой из труб с битумным покрытием, пролегающих на глубине 9 метров. Он занимает площадь 137 на 180 с лишним метров и считается самым наглядным доказательством власти, которой пользовался тамошний монарх. В этом дворце, к тому же, обнаружено громадное количество глиняных табличек с письменами, из которых можно получить сведения о состоянии дел предпринимателей и государственных мелочах, заботивших власти империи в то время. Со времен древней Вавилонской империи сохранилось гораздо больше табличек, чем от государств ее предшественников или непосредственных преемников. На них излагаются подробности жизни вавилонян, позволяющие нам узнать эту цивилизацию лучше, на что уже обращалось внимание, чем то, какими были некоторые европейские страны тысячу лет назад. Они к тому же обогащают наши знания о том, что занимало умы жителей Вавилона. Как раз в те времена сформировалось сказание о Гильганеше, каким оно дошло до нас. Вавилоняне придали к линописи силабическую, слоговую форму, тем самым придав ей чрезвычайную гибкость и практичность. Их астрологи усовершенствовали систему наблюдения за природой и оставили нам еще один миф — миф о мудрости халдеев, которыми иногда по ошибке называли вавилонян. В надежде предугадать свою судьбу по расположению звезд, вавилоняне разработали науку под названием астрономия и провели ряд важных наблюдений за звездным небом, которые стали еще одним крупным наследием их культуры. Потребовались века, чтобы накопить необходимые данные, сбор которых начался в Уре, но к тысячному году до нашей эры уже появилась возможность прогнозировать лунное затмение, а в течение еще двух или трех веков удалось с предельной точностью рассчитать траекторию движения Солнца и некоторых планет относительно всегда неподвижных звезд. Научной традицией, отраженной в вавилонской математике, последователи которой передали нам шестидесятичную систему исчисления шумеров, завещено деление нашего круга на 360 градусов, а часа на 60 минут. Вавилоняне, к тому же, рассчитали математические таблицы и разработали алгебраическую геометрию большой практической пользы, а также, возможно, изобрели солнечные часы, считающиеся древнейшим среди известных инструментов для слежения за течением времени. Заниматься астрономией начали жрецы храмов с наблюдения за движением небесных тел, по которым определяли наступление праздников, плодородия и начало сева, и вавилонская религия во многом следовала шумерской традиции. У древнего города Вавилона имелось свое городское божество по имени Мордук. Постепенно он пробился на первое место среди своих месопотамских соперников. На это ушло много времени. Хаммурапи безапелляционно заявил, что шумерские боги Ану и Энлиль передали руководство месопотамским пантеоном Мордуку и во многом сделали это в надежде на то, что тот будет править людьми ради их пользы. Последующие превратности, иногда сопровождавшиеся похищением его статуи захватчиками, омрачили статус Мордука, но после XII века до н.э. его положение сомнению обычно не подвергалось. Между тем шумерская традиция сохранялась в первом тысячелетии до н.э. в форме использования шумерского языка для совершения чина богослужения в вавилонских храмах, в использовании имен богов и названий приписываемых им ролей. Вавилонская космогония, как и у шумер, начиналась с создания мира из морского хаоса. Имя одного бога означало Илл с последующим изготовлением человека как невольника богов. Согласно одной из легенд, боги превращали людей в кирпичи с помощью глиняных форм. Такая картина мира отвечала интересам абсолютного монарха, когда царь отправлял власть над людьми наравне с богами. А смысл жизни людей заключался в возведении для царей дворцов и поддержании иерархии чиновников с великими мужами подобной иерархии небесной. Свершением Хаммурапи суждено было ненадолго пережить своего героя. События в Северной Месопотамии послужили указанием на появление там новой власти еще до того, как он основал свою империю. Хаммурапи сверг власть аморитов, утвердившихся в Ассирии, ближе к закату господства царя Ура. Победой здесь пришлось радоваться очень короткое время. За нею последовало без малого тысяча лет, на протяжении которых Ассирия оказалось полем сражений и яблоком раздора, в конечном счете затмившим Вавилон, от которого это царство отделилось. От древнего шумера центр событий Месопотамской истории решительно переместился на север. Хетты, укоренявшиеся в Анатолии на протяжении последней четверти третьего тысячелетия до нашей эры, в последующие несколько веков продолжали медленное продвижение вперед. За это время они переняли клинопись, которую приспособили к своему собственному индоевропейскому языку. К 1700 году до нашей эры они установили свою власть над землями, пролегавшими между Сирией и Черным морем. Затем один из их царей повернул свои войска на юг против Вавилонии. К тому времени уже ослабленной и сократившейся до размеров древней территории царства Аккада, его преемник, довел начатое продвижение до победного завершения. Хетты захватили и разграбили Вавилон, династии Хамурапи пришел конец, а его достижения предали забвению. Но когда хетты ушли, другие народы занялись правлением и оспариванием Месопотамии. Это продолжалось четыре загадочных века, о которых нам известно мало, разве только то, что за данный отрезок времени проблема разделения Осирии и Вавилонии решилась окончательно. И факт такого разделения сыграл важную роль в следующем тысячелетии. В 1162 году до нашей эры завоеватели Эламиты снова вывезли из Вавилона статую Мордука. Началась совершенно запутанная эпоха, и центр всемирной истории переместился, покинув Месопотамию. Судьбу Осирийской империи еще предстояло определить, а фоном для нее служила новая волна переселения в XIII и XII веках до нашей эры народов, являвшихся носителями своих собственных цивилизаций, глубоко отличных от цивилизаций преемников шумеров. Те преемники, их завоеватели и гонители, тем не менее, обосновались на культурном фундаменте, заложенном в шумере. С точки зрения технического уровня, интеллекта, права, теологии, Ближний Восток, который к X веку до нашей эры затянуло в вихрь мировой политики, по тем временам, такой тезис может быть использован с большой натяжкой, все еще нес печать творцов его первой цивилизации. Их наследие переходило к новым поколениям в причудливо искаженном виде. Глава третья. Древний Египет. Месопотамия располагалась в долине всего лишь одной из великих рек, ставших колыбелями цивилизации. Тем не менее, единственным древним примером, сравнимым с этой империей в тот период истории по устоявшейся власти, можно привести Египет. На протяжении нескольких тысячелетий после ее гибели, материальные следы первой цивилизации в Нийской долине удивляли человеческие умы и питали их воображение. Даже греков поражала легенда о таинственной мудрости жрецов земли, где богов считали наполовину людьми, наполовину животными. И ученые до сих пор не жалеют своего времени на попытке выяснить сверхъестественное значение расположения египетских пирамид. Древний Египет всегда считался самым величественным зрительным наследием старины. О египетской истории нам известно гораздо больше, чем о событиях в древней Месопотамии, хотя бы потому, что в долине Нила археологи обнаружили несметное богатство Египта. Однако между этими цивилизациями существуют важные отличия. Ведь шумерская цивилизация появилась раньше, и египтяне могли воспользоваться ее опытом и перенять конструктивный пример. В чем конкретно все это проявлялось, вызывает большие споры. Вклад месопотамских ремесленников просматривается в сюжетах раннего египетского искусства, в оттисках цилиндрических печатей, существовавших на заре египетской письменности, сходных приемах монументального строительства из кирпича и заимствовании иероглифики или пиктографической письменности Египта, сходной с шумерской. Судьбоносные и плодотворные связи между древним Египтом и Месопотамией представляются бесспорными, но как и почему зародились первые каналы их общения остаются загадкой. Самые ранние археологические свидетельства общения поступают из четвертого тысячелетия до нашей эры, а эпоха шумерского влияния на египетскую культуру могла наступить после переселения народов, прибывших в Дель-Тунило. Влияние шумеров распространялось до самого севера Египта. Оно-то прежде всего и определило историю египтян, отличную от истории любого другого центра цивилизации, историю самого Нила, а также доисторические особенности Египта и самобытность его истории. Египет располагался вдоль Нила и ограничивался обрамляющими его пустынями. Перед нами предстает государство в виде одного вытянутого оазиса, орошаемого водами одной реки. В доисторические времена эта территория должна была представлять собой протяженное болото длиной 965 километров и шириной, кроме дельты, не больше нескольких километров. С самого начала ежегодные паводки служили основным механизмом организации хозяйственной жизни и установления ритма существования на ее берегах. Сельское хозяйство постепенно пускало корни в заливавшихся руслах и с года в год все больше наполнявшихся осадочными слоями. Однако первые общины оставались неустойчивыми и с трудом выживали в условиях околоводной среды. Львиную долю их средств к существованию безвозвратно смывало в илистые протоки дельты Нила. От самых древних времен сохранились только те предметы, которые изготавливались и использовались народами, проживавшими на границе районов подтопления. На редких каменистых выступах в пределах таких районов или по обе стороны долины перед наступлением 40 века до нашей эры эти народы стали испытывать влияние радикального климатического изменения. Из пустынь наступал песок, а потом настало время засухи. Владевшие примитивными земледельческими приемами, эти люди вынуждены были спуститься в долину Нила, чтобы начать возделывание плодородной почвы его поймы. Таким образом, с самого начала эта река служила источником жизни населения Египта. Нил представлялся в мыслях древних египтян великодушным божеством, бесконечную щедрость которого следовало с благодарностью принимать, а не опасным грозным источником внезапных губительных потопов, наподобие тех, от которых страдали люди-шумера, старавшиеся сохранить свои поля. Как раз в таких условиях земледелие, внедренное позже, чем в Леванте или Анатолии, дало быструю и щедрую отдачу, а также обеспечило бурный рост населения, так называемый демографический взрыв, послуживший в освобождению человеческих и природных ресурсов. В четвертом тысячелетии до нашей эры шумерский опыт мог послужить катализатором прогресса египтян. Хотя нельзя сказать, что он был решающим фактором. В долине Нила всегда существовал потенциал для возникновения цивилизации, поэтому внешнего стимула для ее зарождения могло не потребоваться. Это очевидно хотя бы потому, что когда египетская цивилизация наконец-то появилась, она выглядела единственной в своем роде, и нигде ничего подобного найти не удается. Самые глубокие корни этой цивилизации удается обнаружить с помощью археологии и более поздней сохранившейся традиции. По ним обнаруживаются следы оседлых народов, населявших Верхний Египет, Юг, то есть русло Нила, во времена Неолита. Приблизительно с 50 века до нашей эры эти народы существовали за счет охоты, рыбалки, сбора зерновых культур и в конечном счете занялись целенаправленным земледелием в долине реки. Они обитали в селениях, разраставшихся вокруг базарных площадей, и можно предположить принадлежали кланам, символами или тотемами которых назначались животные. Изображения таких животных появляются на керамических изделиях. Здесь можно попытаться отыскать фундамент политической организации Египта, которая начинает возникать с появления клановых вожаков, правивших областями населенными их сторонниками. На ранней стадии в распоряжении этих народов уже находилось несколько собственных важных технических изобретений, хотя развитие земледелия здесь еще не достигло такого высокого уровня, как в других областях древнего Ближнего Востока. В Египте научились строить папирусные суда, обрабатывать твердые материалы, такие как базальт, и выковывать из меди мелкие предметы домашнего обихода. Египтяне, надо сказать, достигли большого мастерства во многих делах. Задолго до появления письменности у них появились искусные ремесленники, и, судя по изготовленным ими ювелирным украшениям, уже сложились различия населения по принадлежности к сословию или положению в обществе. Затем, приблизительно в середине четвертого тысячелетия, отмечается усиление внешнего влияния, очевидного сначала на севере, в дельте Нила. Множится свидетельство торговли и общения с другими областями, особенно с Месопотамией, влияние которой проявляется в изобразительном искусстве той поры. Между тем, охота и подсобное земледелие уступают место более интенсивному сельскому хозяйству. В творчестве появляется искусство барельефа, которому позже предстоит сыграть определяющую роль в египетской изобразительной традиции. Изобильнее становятся медные товары. Все это, как представляется, возникает внезапно и сразу, практически без прообразов, и в эту эпоху закладываются основы политической структуры будущего царства. Процесс формирования тогдашнего царства шел в два этапа. В четвертом тысячелетии там сформировалось два царства, одно на севере, второе на юге, то есть одно в нижнем Египте, а второе в верхнем. Их бросающееся в глаза отличие от шумера заключалось в полном отсутствии городов-государств. Египет явно двигался от общественной формации, существовавшей до появления цивилизации, непосредственно к системе управления большими территориями. Древние так называемые города Египта представляли собой торговые, базарные поселения земледельцев. Земледельческие сообщества и кланы объединились в группы, послужившие основой для более поздних территориальных образований. Египет должен был сформироваться в виде политической единицы на 700 лет раньше Месопотамии, но даже гораздо позже египтяне смогут накопить весьма скудный опыт городской жизни. О царях прежних двух частей нынешнего Египта, приблизительно до 32 века до нашей эры, нам известно совсем мало, но вполне можно предположить, что они оказались победителями после нескольких веков борьбы за укрепление своей власти над все более крупными сообществами народа. Примерно в то же время появляется письменность, и она могла сыграть свою роль в консолидации политической власти. Более того, поскольку к началу нашего повествования о Египте письменность там уже существовала, нечто большее, чем в случае с Шумером, складывается воедино в непрерывную историческую летопись египетской цивилизации. В Египте письмо от момента его появления использовалось не просто в качестве административного и экономического средства фиксации сделок, но для описания событий на памятниках и реликвиях, предназначенных жить в веках. Приблизительно в 3200 году до нашей эры, читая мы в древних письменах, великий царь Верхнего Египта Менес покорил Северную часть. Таким образом произошло объединение Египта, превратившегося в огромное государство, простирающееся вверх по Нилу до скалы Абу-Симбел. Этому государству предстояло стать еще больше и продвинуться еще выше по течению реки, которая считалась сердцем Египта, и ему еще предназначалось пережить периодические спады. Но пока перед нами открывается самое начало цивилизации, просуществовавшей до наступления эпохи классической Греции и Рима. Практически три тысячи лет, полтора срока существования христианства, Египет оставался историческим субъектом, причем большую часть этого срока он служил источником восхищения и центром поклонения. За такой долгий период времени произошло множество событий, не обо всех из которых нам дано узнать, все-таки устойчивость и прочность власти египетской цивилизации способны поразить наше воображение больше, чем ее превратности. Времена высшего величия египетской цивилизации пришлись приблизительно на тысячный год до нашей эры. Предшествующий период египетской истории поддается четкому рассмотрению в виде пяти крупных традиционных этапов. Три из них называются соответственно времена древних, средних и новых царств. Между ними вклиниваются первый и второй промежуточные периоды. Очень относительно эти три так называемые царства означают периоды процветания или как минимум устойчивого правления. Промежуточные стадии представляют собой времена ослабления или завоевания по причине внешних или внутренних факторов. Всю эту схему можно представить в виде своеобразного пирога из трех коржей, отделенных двумя бесформенными слоями джема. Но не таким вот так называемым пирогом нагляднее всего представляется египетская история. К тому же не ко всем случаям такой прием подходит. Многие ученые предпочитают воспроизводить древнюю египетскую хронологию на основе 31 династии царей, и такая система имеет большое преимущество с точки зрения учета объективных критериев. При этом удается избежать вполне объективных, но щекотливых разногласий по поводу, например, отнесения первых династий к древнему царству, или назначения для них отдельного, так сказать, архаичного периода, или проведения линии, отделяющей начало и конец промежуточных эпох. Тем не менее, схема с пятью фазами вполне отвечает нашему замыслу, если еще выделить архаичную предысторию. Нынешнее представление о датировании и династической периодизации истории Египта выглядит следующим образом. Первая-вторая династии до династии до династический период, около 3000-2686 годов до нашей эры. Третья-восьмая династии, древнее царство, 2686-2160 годы до нашей эры. Девятая-одиннадцатая династии, первый переходный период, 2160-2055 годы до нашей эры. Двенадцатая-четырнадцатая династии, среднее царство, 2055-1650 годы до нашей эры. Пятнадцатая-семнадцатая династии, второй промежуточный период, 1650-1550 годы до нашей эры. В соответствии с данной периодизацией, мы возвращаемся к временам, когда, как и в месопотамской истории, возникает некий разрыв, так как Египет оказывается охваченным непрерывной серией мятежей, возникающих за пределами его границ. В данном случае вполне подходит изношенное слово «кризис». На самом же деле, настоящий конец древней египетской традиции настал по прошествии еще нескольких столетий. Некоторые современные египетские ученые настаивают на том, что прочное осознание египтянами своей этнической принадлежности началось с приходом к власти фараонов. Как бы то ни было, речь об этом удобнее всего начинать вести, имея в виду начало первого тысячелетия, если только исходить из того, что величайших достижений египтяне уже добились. Они прежде всего заключались в создании монархии и сосредоточении вокруг нее всей жизни народа. Своё выражение египетская цивилизация нашла в самой государственной форме. Государство возникло сначала в Мемфисе, а к строительству этого города, служившего столицей древнего царства, египтяне приступили еще при жизни царя Менеса. Позже, во времена нового царства, столица обычно находилась в Фивах, хотя отмечены периоды, в течение которых возникают сомнения относительно расположения египетской столицы. Мемфис и Фивы представляли собой величественные религиозные центры и дворцовые комплексы, но на самом деле им не было суждено преодолеть данный статус и превратиться в настоящие урбанизированные объекты. Само отсутствие городов до того времени тоже выглядит важным с политической точки зрения моментом. Цари Египта, в отличие от монархов Шумера, возникли не как большие люди общины города-государства, которым изначально поручили представлять интересы этой общины. Не относились они и к людям, которые наравне с остальным народом подчинялись богам, правившим всеми людьми как великими, так и рядовыми. Они выступали посредниками между своими подданными и неземными силами. Противостояние между дворцом и храмом в Египте удалось избежать, и когда появляется египетская монархия, власть ее становится безграничной. Фараонам предстояло стать богами, а не слугами богов. Только при новом царстве титул фараон начали применять при обращении лично к монарху. Раньше этим словом обозначалось место проживания царя и его двора. Тем не менее, на гораздо более раннем этапе египетские монархи уже обладали властью, тогда еще производившей большое впечатление на древний мир. Об этом свидетельствует непомерно большой размер изображения фараона на самых древних памятниках. Его они унаследовали от доисторических царей, пользовавшихся особой святостью, подданных из-за дарованной им власти обеспечивать процветание за счет благополучного земледелия. Такие полномочия приписываются некоторым африканским правителям-чудотворцам даже в наше время. В Древнем Египте они сосредоточивали свое внимание на Ниле. В народе считалось, что фараоны распоряжались ежегодным подъемом и снижением его уровня. Самой жизнью и ничуть не меньше живущих на берегах этой реки общин, первые известные нам обряды, проводившиеся египетскими монархами, предназначались для обеспечения плодородия, обильного орошения и осушения болот. На самых ранних изображениях Менес предстает за рытьем канала. Во времена Древнего Царства появляется представление о царе как об абсолютном господине земли. В скором времени его почитают как потомка богов, изначально владевших землей. Его возводят в статус бога, сына Осириса по имени Гор. Он берет на себя великие и ужасные обязанности священного создателя порядка. Тела его врагов изображаются повешенными рядами, как дохлые промысловые птицы, или стоящими на коленях в мольбе, чтобы им в ритуальном порядке вышибли мозги. Справедливым считается то, что фараон любит, а злом то, что фараон ненавидит. Он — существо всезнающее как бог, и поэтому ему нет нужды в каком-либо своде законов, чтобы им руководствоваться. До образования Среднего Царства только ему одному даровалась загробная жизнь, на которую можно было надеяться. В Египте упорнее, чем в каком-либо другом государстве бронзового века, всегда подчеркивали воплощение бога в правителе, даже когда эта идея все больше опровергалась фактами жизни с приходом нового царства и открытия железа. Затем, из-за бедствий, навалившихся на Египет по воле иноземцев, совсем не осталось возможности продолжать верить в божественную власть фараона над всем миром. Но задолго до всего этого египетское государство приобрело еще одно ведомственное воплощение и структуру в виде тщательно продуманной изримой иерархии бюрократов. На вершине иерархической лестницы находились визири, губернаторы провинции и придворные вельможи, происхождением, как правило, из знати, отличившихся величайшими заслугами из их числа, хоронили с почестями, достойными самих фараонов. Менее знаменитыми семьями предоставлялись тысячи песцов, необходимых для укомплектования и обслуживания совершенного по составу правительства, руководимого высшими придворными чинами. Представление о нравственном облике этой бюрократии можно составить по литературным произведениям, в которых перечисляют достоинства, необходимые для успешной карьеры писаря-грамотея. Прилежание, самообладание, благоразумие, уважительное отношение к начальникам и скрупулезное отношение к точной передаче весов, мер, земельной собственности и правовых форм. Писарей-грамотеев учили в специальной школе города Фивы, где преподавали не только традиционную историю, литературу и владение разнообразными шрифтами, но, как можно предположить, к тому же геодезии, архитектуре и бухгалтерии. Бюрократия правила страной, большинство населения которой относилось к сословию земледельцев. Спокойно жить этим земледельцам не давали, так как им приходилось предоставлять народ для выполнения масштабных общественных работ монархии, а также сдавать излишек урожая на существование благородного сословия, бюрократии и крупных духовных учреждений. Зато земля у них была богатой, и плодородие ее постоянно повышалось с помощью приемов орошения, разработанных в додинастический период. Вероятно, его следует считать одним из самых ранних проявлений непревзойденной возможности мобилизации коллективных усилий, которая должна была служить одним из признаков египетского стиля управления. Вдоль оросительных каналов тянулись поля с такими основными земледельческими культурами, как овощи, ячмень и эммер, пшеница-двузернянка. В рационе питания эти культуры дополнялись мясом домашней птицы, рыбы и дичи. Все они в изобилии фигурируют в египетском искусстве. Домашний скот использовали в качестве тягловой силы и для вспашки полей еще в древнем царстве. С небольшим изменением такое земледелие сохранилось в качестве основы жизни в Египте до современных времен. Зерна в бассейне Нила выращивалось достаточно для снабжения Римской империи. Египет, образно говоря, считался зернохранилищем Рима. На излишки продукции такого сельского хозяйства Египта. К тому же существовала собственная, единственная в своем роде форма расточительного потребления, обеспечивавшая широкий спектр масштабных общественных работ с камнем, невозможной в древности. Дома и хозяйственные постройки в древнем Египте возводили из глинобитного кирпича, уже применявшегося во времена, когда династия еще не существовала, то есть внешне они практически не менялись на протяжении веков. Другой подход существовал к дворцам, склепам и мемориалам фараонов. Их строили из камня в изобилии встречавшегося в ряде районов долины Нила. При том, что их искусно украшали тонкой резьбой сначала с помощью медных, а потом бронзовых инструментов, а также часто раскрашивали, приемы использования камня можно назвать весьма незатейливыми. Египтяне изобрели каменную колонну, но их великие достижения в области строительства относятся не столько к архитектуре и технике, сколько к области общественного и управленческого стиля. Они смогли проявить себя в беспрецедентном и практически непревзойденном сосредоточении трудовых ресурсов на конкретном проекте. По распоряжению писаря Грамотея собирали тысячи рабов и поденщиков, иногда даже целые полки солдат призывали для того, чтобы вырубить скале и перетащить вручную на место огромные массы строительных конструкций для возведения сооружения. При наличии только таких примитивных технических средств, как рычаги и салазки, никаких лебедок, шкивов, блоков или канатной оснастки тогда не существовало. С помощью насыпки колоссальных откосов грунта египтяне возвели множество потрясающих воображения наших современников зданий и сооружений. Такие сооружения стали появляться при Третьей династии. Самыми знаменитыми из них считаются пирамиды над склепами царей в Саккаре под Мемфисом. Одна из них под названием «Ступенчатая пирамида» по традиции рассматривается в качестве шедевра первого зодчего, имя которого сохранилось – Имхотепома, служившего советником при фараоне. Его произведение выглядело настолько впечатляющим, что люди видели в нем доказательства богоподобной власти, правившей тогда династией. Это и другие пирамиды выросли над цивилизацией, существовавшей до тех пор в одних только низеньких глинобитных жилищах, подавляя своим величием. Столетия или около того спустя для возведения пирамиды Хеопса, Хуфу, использовались каменные блоки весом 15 тонн, и как раз в это время, при Четвертой династии в Гизе, было закончено сооружение самых крупных в Египте пирамид. Строительство пирамиды Хеопса продолжалось 20 лет. Легенда о том, что на нем было занято 100 тысяч человек, теперь считается большим преувеличением. Но без нескольких тысяч строителей там было не обойтись, а огромное количество камня, 5-6 миллионов тонн, доставлялось из каменоломен, удаленных от строительной площадки на 800 с лишним километров. Это колоссальное сооружение безупречно сориентировано по сторонам света, а ее ребра длиной 230 метров отличаются меньше, чем на 20 сантиметров, то есть допуск при этом оценивается в 0,09%. Эти пирамиды служили самым убедительным доказательством власти и веры в себя фараонов. Но пирамиды как таковые служили всего лишь доминирующим объектом в составе большого комплекса сооружений, составлявших в своем единстве место упокоения тела правителя после завершения им земного пути. Поблизости находились роскошные храмы, дворцы, склепы долины царей. Такие грандиозные памятники общественных работ в прямом и переносном смысле служат крупнейшим наследием древних египтян, оставленным потомкам. По ним можно понять, почему позже у египтян появилась репутация великих ученых. Потомки совершенно справедливо считали, что эти величественные памятники построили люди, владевшие самыми совершенными математическими знаниями и безупречными практическими навыками. Однако такое умозаключение все-таки представляется натянутым и не совсем верным. Даже при высокой степени геодезических навыков получается так, что только в новейшие времена инженерное проектирование потребовало большего, чем элементарные математические знания. Совершенно определенно, что для возведения пирамид их не требовалось. Достаточно было передовых представлений в области измерений и применения некоторых формул для вычисления объемов и весов, в чем египетские математики преуспели, чтобы там не выдумывали их поклонники в более поздние времена. Современные математики не очень высоко оценивают теоретические достижения египтян. Ведь они в этой науке, можно с уверенностью утверждать, находились приблизительно на уровне вавилонян. Они владели десятичной системой исчисления, которая на первый взгляд выглядит современной, но по большому счету их единственным значительным вкладом в нынешнюю математику называют изобретение дробных единиц. Несомненно, владением примитивной математикой можно в известной мере объяснить чистоту астрономических представлений египтян. И в этой области познания потомки тоже должны, как ни странно, выражать им огромную благодарность. Результаты их наблюдения за звездами были достаточно точными, чтобы позволить прогнозировать подъем воды в русле Нила и рассчитывать ритуальное расположение зданий на местности. С этим не поспоришь. Но египтян с их знаниями теоретической астрономии вавилоняне оставили далеко позади. Письмена, посвященные египетской астрономической науке, предназначались для увековечения преклонения перед астрологами, но их научная ценность была низкой, а качество прогнозирования распространялось на относительно малый срок. Единственным надежным трудом, на котором базировалась астрономия египтян, был календарь. Египтяне первыми среди народов планеты установили продолжительность солнечного года, составляющего 365,1 дня, и разделили этот год на 12 месяцев из трех, так сказать, недель по 10 дней каждый с пятью дополнительными днями в конце года. Такой календарь, следует отметить, восстановили в 1793 году, когда французские революционеры попытались заменить христианское летоисчисление чем-то более рациональным. Составители этого календаря, хотя и посвятили его, по большому счету, наблюдению за звездами, могли к тому же наблюдать по нему причины заметных событий, важных для жизни народа Египта. Например, паводка на Ниле. По такому календарю египетские земледельцы определили три времени года, состоявших приблизительно из четырех месяцев каждый. Один сезон служил им для сева, второй приходился на наводнение, третий на сбор урожая. Однако бесконечный Нил определял порядок жизни египтян на более глубоких уровнях. Структура и основательность духовной жизни древнего Египта производили поразительное впечатление на соседние народы. Геродот полагал, что греки позаимствовали имена своих богов из Египта. Тут он заблуждался, но интерес представляет то, что вообще пришел к такому умозаключению. Позже культ египетских богов рассматривался в качестве угрозы римским императорам. Египетских богов запретили, но римлянам все равно приходилось мириться с ними из-за их привлекательности для народа. Суеверие и шарлатанство с египетским колоритом все еще можно было встретить среди культурных европейцев XVIII века. Забавное и невинное выражение восхищения мифологии древнего Египта просматривается в нынешних обрядах секты храмовников, то есть в современных братствах тамплиеров, состоящих из почтенных американских бизнесменов, устраивающих по большим праздникам шествия по улицам малых городов в своих фесках и мешковатых штанах. Выходит, что в египетской религии, как и в некоторых других странах этой цивилизации, которые надолго пережили политическую среду, в которой поддерживались и сохранялись, до сих пор осталась прежняя живость. В египетской религии присутствует нечто для европейца совершенно неуловимое. Словами типа «живость» суть в полной мере не выразить. Религия в древнем Египте представляла собой некую всепроникающую философию, считающуюся само собой разумеющейся функцией, наподобие сердечно-сосудистой системы человеческого тела, а не самостоятельным учреждением, которому позже присвоили понятие церкви. В древнем Египте, естественно, существовало духовное сословие, жрецы, обслуживавшие конкретные культы и священные места, и уже при древнем царстве некоторые из жрецов обладали статусом, предусматривающим их захоронение в роскошных склепах. Но их храмы служили хозяйственными учреждениями и оптовыми складами, а также очагами культового поклонения, поэтому многие жрецы в то время и позже совмещали свои ритуальные обязанности с должностями писцов, распорядителей и царских чиновников. Их сословие мало походило на то, что позже назовут духовенством. Египетскую религию лучше всего рассматривать не как динамичную, энергичную общественную силу, но как способ примирения с действительностью через распоряжение различными секторами неизменного космоса. Надо сказать, что служение в египетском храме требовало соответствующей квалификации. Не следует забывать о том, что понятия и представления, считающиеся нами само собой разумеющимся, при оценке и даже в ходе разговора менталитета других веков, не существовали для людей, сознание которых мы стремимся проникнуть. Граница между религией и магией, например, едва ли имела значение для древнего египтянина, хотя он мог прекрасно знать, что у них существовала своя собственная сфера применения. Говорят, что магия всегда существовала в египетской религии как своего рода язва. Такая оценка представляется весьма субъективной, зато в ней выражена близость связи. Еще одно понятие, которое воспринимается нами механически, отсутствовало в древнем Египте. Разница между вещью и ее названием. Для древнего египтянина название служило самой вещью. Реальный объект, отделяемый нами от его обозначения, приравнивался к нему. То же могло касаться остальных представлений. Египтяне жили в мире символов, как в родной стихии. Принимали ее как данность, и чтобы понять этот народ, нам остается только преодолеть постулаты нашей глубоко предметной культуры. Поэтому для понимания значения и роли религии в древнем Египте требуется изменение мировоззрения как такового. На самой заре религии появились безусловные свидетельства ее важности. Практически на всем протяжении их цивилизации древние египтяне демонстрируют поразительно стойкую тенденцию к поиску посредством религии способа проникновения через все разнообразие практического опыта ради достижения неизменного мира, легче всего понимаемого через жизнь мертвых, обитавших в том мире. Возможно, здесь, к тому же, обнаруживается пульсирование Нила. Каждый год он уходил и возвращался снова. Его цикл повторялся, причем неизменно как воплощение космического ритма. Крайним изменением, грозящим человеку, считалась его смерть, то есть предельное проявление распада и превращения в прах, прекрасно известное всем. Одержимость смертью просматривается в египетской религии с самого зарождения. Ее самые известные воплощения, в конце концов, представлены мумиями и погребальными предметами из гробниц, хранящимися в наших музеях. При правителях Среднего Царства пришла вера в то, что все люди, а не только монарх, могли рассчитывать на жизнь в потустороннем мире. Следовательно, посредством исполнения обряда и приобретения символа, заранее составив свое, так сказать, досье для предоставления судьям в загробном мире, человек мог подготовиться к жизни в мире мертвых и обоснованно рассчитывать на стабильное благополучие, дарованное там всем обитателям. Представления египтян о загробной жизни тем самым отличались от мрачной версии жителей Месопотамии. Людям там ничего плохого не грозило. Борьба за достижение данного результата для такого количества покойников на протяжении многих тысячелетий придает египетской религии мученический смысл. В этом состоит и объяснение одержимости тщательно продуманной заботой, проявляемой при оборудовании склепов и проводах покойного к месту его вечного отдохновения. Самое знаменитое отображение такой заботы можно наблюдать в сооружении пирамид в практике мумификации. Во времена Среднего царства на исполнение погребальных обрядов и мумификацию царя уходило 70 дней. Египтяне верили в то, что после смерти человека его ждет суд бога Осириса. При вынесении благоприятного для него вердикта душу покойного определяли жить в царстве Осириса. А вот в противном случае его отдавали на растерзание чудовищу, наполовину крокодилу, наполовину гиппопотаму. Однако человек при жизни должен был задабривать не одного только Осириса. Египетский пантеон состоял из огромного числа богов. Всего у египтян числилось около двух тысяч богов, и им полагалось исполнять несколько важных обрядов. Происхождение многих из них относится к доисторическим зверям-божествам. Бог-сокол-гор считался, ко всему прочему, богом-хранителем египетской династии, а появиться он мог в четвертом тысячелетии до нашей эры, когда прибыл в Египет с таинственными захватчиками. Эти животные подверглись медленному превращению в человека, однако не до конца. Художники к человеческим телам присоединяли звериные головы. Такие существа переставлялись в пантеоне по-новому, когда фараону требовалась консолидация их культов ради достижения политических целей. Таким способом поклонения Гору соединили с поклонением богу солнца Амонура, воплощением которого стали считать самого фараона. Позже Гора стали считать сыном Осириса от его супруги Исиды. Эту богиню ремесел и любви можно назвать самой древней из всех египетских богов. Она, как и остальные египетские божества, упоминалась еще во времена додинастической эпохи. Исида — это воплощение вездесущей матери богини, свидетельство о поклонении которой дошли до наших дней из всех уголков Ближнего Востока периода Неолита. Испокон веков ее изображали с младенцем Гором на руках, и такой сюжет перешел в традицию христианской иконописи в виде Девы Марии. В творениях представителей древнего египетского изобразительного искусства боги выглядят грозными существами, но, по сути, у них всегда имеется второй план. Такой стиль базируется на фундаментальном натурализме подачи образа, который, однако, сковывается условностями выразительности и жеста, придающими насчитывающему две тысячелетия лет классическому египетскому изобразительному искусству сначала обаяние простоты, а позже, с наступлением периода творческого декаденства, покоряющие очарование и предельную ясность. Такой стиль допускает реалистичное изображение жанровых сцен. На них показаны сельские сюжеты, на темы земледелия, рыбной ловли и охоты. Ремесленников изображают за изготовлением их изделий, а песцов — за исполнением соответствующих обязанностей. И все же поразительнейшей особенностью египетского искусства считается не содержание или техника письма, а его узнаваемый неизменный стиль. На протяжении не меньше двух тысяч лет художники смогли работать практически в рамках канонов классической традиции. Ее происхождение могло отчасти принадлежать шумерам, а позже эта традиция оказалась способной к творческому восприятию влияния зарубежных достижений, но основная самородная традиция сохранялась нетронутой. Гостью в древние времена это должно было казаться одной из самых впечатляющих внешних особенностей Египта. Все то, что он видел, выглядело по большей части единым целым. Если абстрагироваться от того, что сотворил человек в позднем палеолите, о котором нам известно совсем немного, в египетском искусстве сохранилась самая продолжительная и стойкая, ни разу не прерывавшаяся традиция за всю историю человеческого творчества. Пересадить на почву культуры других народов такую традицию не получилось. Греки могли позаимствовать в древнем Египте конструкцию колонны, изначально изготовлявшейся египтянами из оштукатуренной глиной связки тростника, воспоминания о котором сохранились в виде каннелюр. И хотя памятники Египта всегда очаровывали художников и архитекторов других земель, результат, даже когда они вполне успешно использовали такие приемы в своих собственных целях, был всегда поверхностным и экзотическим. Египетский стиль никогда и нигде не смог укорениться. В последующие века он время от времени появляется как художественное оформление и украшение в виде колонн с каннелюрами, сфинксов и змей на мебели, обелисков здесь, кинокартин там. Только лишь один большой интегральный вклад египетского искусства отмечен в будущем в виде учреждения классических канонов пропорции человеческого тела для точного воспроизведения его деталей в масштабных резных и раскрашенных изображениях на стенах склепов и храмов. Их позаимствуют сначала греки, и европейских художников египетские картины будут восхищать даже в эпоху Леонардо да Винчи, хотя к тому времени этот вклад выглядел скорее теоретическим, чем стилистическим. Как еще одно великое творческое достижение, сводящееся не к одному только Египту, хотя исключительно важному там, можно отметить каллиграфию. Все выглядит так, что египтяне сознательно переняли шумерское изобретение, заключавшееся в передаче на письме звуков, а не предметов, но отказались от клинописных знаков. Вместо него египтяне изобрели иероглифическое письмо. То есть, вместо метода размещения одних и тех же основных черт, развитого в Месопотамии, они специально подобрали небольшие пиктограммы или знаки, напоминавшие пиктограммы. Такое письмо выглядит намного декоративнее клинописи, зато им намного сложнее овладеть. Первые иероглифы появляются еще до наступления 30 века до нашей эры. Последний известный случай применения египетской иероглифики на письме относится к 394 году нашей эры. Почти четыре тысячи лет. Внушительный срок существования египетской каллиграфии, но не посвященный человек. Не мог в ней разобраться в течение еще четырнадцати с половиной веков после ее исчезновения, пока один французский ученый не расшифровал надпись на так называемом «Розетском камне», привезенном во Францию после его обнаружения археологами, сопровождавшими армию Наполеона, вторгшуюся в Египет. В древности навыки чтения иероглифического текста служили ключом к вхождению в кастру жрецов, и, соответственно, данное ремесло тщательно сохранялось, как великая профессиональная тайна. С додинастических времен иероглифика применялась для составления исторических хроник, и уже при первой династии с изобретением папируса полоски сердцевинной части тростника складывали друг на друга крест-накрест и спрессовывали в однородный лист пищевого материала, был получен материал, способствовавший широкому распространению письменности. Изобретение папируса имело для человечества гораздо большее значение, чем иероглифика. Он обходился дешевле шкур, из которых изготавливали пергамент, и был удобнее глиняных табличек или грифельного камня, хотя не обладал их долговечностью. Папирус служил самым распространенным носителем для корреспонденции и документов на Ближнем Востоке до наступления христианской эры, когда технология изготовления бумаги с Дальнего Востока достигла средиземноморского мира. И даже определенному сорту бумаги присвоили название в память о папирусе. После появления папируса прошло совсем немного времени, и писатели начали склеивать его листы в длинные свитки. Таким манером египтяне изобрели книгу, а также материал, на котором ее сначала можно было написать, и шрифт, ставший предтечей нашего собственного алфавита. Мы пребываем в большом долгу перед египтянами за громадный объем знаний, дошедшие до нас прямо или косвенно посредством папируса. Не приходится сомневаться в том, что сохраняющийся авторитет Египта во многом объясняется пресловутой доблестью его жрецов и колдунов, а также зримым воплощением политических достижений в искусстве и архитектуре. Однако при сравнительной оценке египетской цивилизации она выглядит не слишком плодовитой или разносторонней. Техническая эволюция к безошибочным показателям не относится. Зато по ней можно судить о том, что тот или иной народ проявляет медлительность во владении новыми навыками отказывается от внедрения новшества, обещающего созидательный рывок. После появления грамоты единственное крупное нововведение длительное время было представлено каменной архитектурой. При том, что папирус и колесо были известны еще при первой династии, контакты между Египтом и Месопотамией продолжались на протяжении двух тысяч лет, и только потом египтяне переняли колодезный журавель, к тому времени применявшийся для орошения полей в долине Тигра и Эфрата. Зато египтяне изобрели водяные часы, принцип действия которых в более поздних цивилизациях освоили через тысячу лет. Возможно, египтяне не могли абстрагироваться от гнета заведенного порядка, тем более с учетом подбадривающего фактора со стороны Нила как надежного источника благополучия. Бесспорную самобытность и достижения демонстрировала одна только египетская медицина, и их можно проследить как минимум до времен Древнего Царства. К X веку до нашей эры египетское превосходство в этом искусстве признавалось во всем мире. В то время как египетская медицина всегда сохраняла связь с магией, в огромном количестве применялись чудодейственные рецепты и амулеты, врачеватели этой страны проявляли достойную рассудительность и чистоту эмпирической наблюдательности. Они преуспели в различных сферах вплоть до методов предупреждения нежелательной беременности. Косвенный вклад египетских лекарей в последующую историю тоже оценивается очень высоко. Какую бы отдачу они ни получали в свои собственные дни, основные наши знания о лекарственных препаратах и растениях, содержащих фармакологические вещества, материя медика, сначала приобрели египтяне, затем они пришли от них через греков к ученым средневековой Европы. Большая заслуга египтян заключается в том, что они стали использовать лекарственные средства, до сих пор все еще остающиеся эффективными, например, касторовое масло. Другое дело, какое умозаключение теперь напрашивается по поводу состояния здоровья древних египтян. Их вроде бы не тревожила проблема чрезмерного увлечения пьянящими напитками, по поводу чего волновались Месопотамии, но конкретного вывода отсюда сделать не получается. Кое-кто из ученых говорит об исключительно высоком показателе младенческой смертности и о веских свидетельствах в пользу существования тогда тяжелых болезней взрослых, но какие бы аргументы эти ученые не приводили, многочисленные дошедшие до нас мумифицированные тела не носят следов поражения раком, рахитом или сифилисом. Между тем, изнурительную болезнь под названием шистосоматоз, передающуюся через шистосомы и получившую широкое распространение в Египте сегодня, прекрасно знали уже во втором тысячелетии до нашей эры. Конечно же, все эти факты, не дают достаточно ясной картины древнеегипетской лечебной практики. Тем не менее, из Египта к нам пришли самые старинные, сохранившиеся медицинские научные трактаты, а по примерам приведенных в них рецептов и предписаний по лечению недугов, можно предположить, что египетские практикующие медики предлагали широкий набор лекарственных средств. Причем средства эти ничуть не лучше и не хуже тех, что применялись в других развитых центрах цивилизации во все времена, вплоть до современности. Создается впечатление, что основное внимание египтяне уделяли слабительным препаратом и клизмом. Значительные навыки в области предохранения человеческого тела от распада приписывают египетским специалистам, занимавшимся изготовлением мумий, пусть даже не совсем оправданно в их благоприятном для этого дела климате. Забавно, что у самих творений их ремесла позже стали находить лечебные свойства. В Европе, растертую в порошок мумию на протяжении веков, считали самым действенным средством от многих недугов. Интерес к тому же представляет тот факт, что египтяне придумали и применяли определенные абортивные приемы прерывания беременности. Оправдывали ли они себя тем, что применяют эти приемы ради снижения опасности перенаселенности империи, и тем самым распространение такого преступления, как детоубийство, остается фактом совершенно неясным и спорным. Подавляющее большинство египтян занималось земледелием, и поэтому доля городского населения в Египте была гораздо меньше, чем в Месопотамии. В картине египетской жизни, представленной литературой и искусством, показано население, обитающее в сельской местности, но использующее небольшие города и храмы, как центры по предоставлению необходимых услуг, а не места постоянного проживания. На протяжении практически всего периода древности Египет представляется страной с несколькими великими культовыми и административными центрами, такими как Фивы или Мемфис, окруженными древневними и базарами. Жизнь у бедняков была тяжелой, но не беспросветной. Главное бремя должно было доставаться тем, кто отбывал трудовую повинность. Когда трудовой повинности фараон не назначал, у того же крестьянина было много свободного времени до тех пор, пока не случался паводок на Ниле и не возникала необходимость работать на самого себя. Земледельческая база тоже была достаточно богатой, чтобы прокормить сложное и разнообразное сообщество всевозможных ремесленников. Благодаря сохранившимся каменным узором и картинам о занятиях египетских ремесленников, нам известно больше, чем о ремесленниках Месопотамии. Египетское общество делилось на людей образованных, которым открывался путь на государственную службу и всех остальных. Рабство существовало в этой стране, но оно выглядит не такой фундаментальной институцией, как принудительный труд, навязывавшийся свободными земледельцами. В обычаях более поздних времен отмечается обольстительная привлекательность и доступность египетских женщин. С учетом некоторых свидетельств создается впечатление о появлении в Египте общества, в котором женщины могли пользоваться большей самостоятельностью и более высоким положением, чем где бы то ни было еще. Несомненно, следует уделить внимание произведениям искусства, на которых изображены придворные дамы, наряженные в роскошное и достаточно откровенное платье, изящно причесанные и украшенные драгоценными камнями с тщательно нанесенной косметикой. Снабжением таких лиц всем необходимым занимались египетские купцы. Не стоит преувеличивать, но все-таки создается такое впечатление, что женщины, принадлежащие к египетскому правящему классу, могли позволить себе выражать достоинство и проявлять независимость. Фараоны и их спутницы жизни, а также другие благородные супруги, иногда изображаются с нескрываемой близостью их отношения друг к другу. Нигде больше не наблюдающегося в искусстве древнего Ближнего Востока раньше первого тысячелетия до нашей эры и наводящего на размышления о настоящем эмоциональном равенстве, изображение такой близости вряд ли было случайным. Красивые и очаровательные женщины, появляющиеся на многих картинах и скульптурных извояниях, могут отражать конкретную политическую роль их пола, которая отсутствовала в других странах. В теории и часто на практике престол наследовался по женской линии. Наследница престола даровала своему супругу право его преемника. По этой причине большое внимание уделялось выбору мужей для принцесс. Многие августейшие браки заключались между братьями и сестрами, невзирая на очевидные пагубные генетические последствия. Кое-кто из фараонов женился на своих дочерях, чтобы они не вышли замуж за кого-то еще ради обеспечения чистоты священной крови, которую проще сохранить через совокупление с наложницами. При таком положении вещей августейшие дамы должны были становиться влиятельными персонажами. Некоторые из них исполняли важные властные полномочия, а одна даже заняла трон и заявила готовность украсить себя искусственной бородой для исполнения положенного обряда в мужском платье, чтобы удостоиться звания фараона. Перед нами настоящий новаторский подход, пусть даже не всеми признанной. В египетском пантеоне тоже обнаруживается много женственности, особенно она проявляется в культе Исиды, наводящем на глубокие размышления. Авторы египетских литературных и художественных произведений делают упор на почитание жены и матери. Как в любовных романах, так и в сценах семейной жизни показано, что по крайней мере считалось идеальным стандартом для общества в целом, подчеркивается нежный эротизм, отдохновение и непринужденность, а также по большому счету эмоциональное равенство мужчин и женщин. Некоторые женщины владели грамотой. В египетском языке существует даже отдельное слово для обозначения песца женского пола. Но для женщин, кроме жриц или блудниц, были доступны, конечно же, не все роды занятия. Состоятельные женщины в Египте могли владеть собственностью, а их законные права практически во всех отношениях уважались точно так же, как права женщин в шумерской традиции. Нелегко сделать окончательный вывод за такой продолжительный период, как все время существования египетской цивилизации. Но дошедшее до нас данное об устройстве общества древнего Египта оставляет впечатление о наличии в нем возможностей для самовыражения женщин, отсутствующих у многих более поздних народов и даже в наше время. В ретроспективе основательность и материальное богатство египетской цивилизации выглядят настолько наглядно, столь очевидно неизменными, что еще труднее, чем в случае с Месопотамией представить себе перспективу ее отношений с внешним миром, а также превратности судьбы власти в Нийской долине. Тут дело касается огромных периодов времени. Одно только древнее царство, по самым скромным подсчетам, просуществовало в два с половиной раза дольше Соединенных Штатов Америки, и при древнем царстве произошло так много событий, что общего изложения его истории не получается. Об отношениях этого царства с соседями ничего замечательного неизвестно, хотя к концу правления его династий предпринимался ряд экспедиций против народов Палестины. С наступлением первого промежуточного периода ситуация изменилась на прямо противоположную, и на Египет, до этого обеспокоивший нашествиями соседей, устремились захватчики. Естественно, ослабление и раскол Египта облегчили азиатским захватчикам задачу покорения страны в долине нижнего течения Нила. Обнаружено странное утверждение о том, что люди знатного происхождения пребывают в полном унынии, зато нищие ликуют, мерзость запустения пришла на всю землю, чужаки топчут землю Египта. Рядом с современным Каиром появились соперничающие династии. Власть в Мемфисе захерела. Следующий великий период египетской истории наступил с появлением Среднего Царства, официально провозглашенного полновластным Аменхедхедом I, объединившим царство из своей столицы в Фивах заново. Около четверти тысячелетия после XX века до нашей эры в Египте происходил период восстановления, успехи которого объясняются воспоминаниями, известными нам из летописей, об ужасах предшествовавшего промежуточного периода. При правителях Среднего Царства главный акцент делался на укреплении порядка и общественной сплоченности. Священный статус фараона подвергся деликатным поправкам. Теперь он не просто бог. Упор делается на его происхождение от богов и сопровождение его судьбы богами. Вечный порядок требовалось поддерживать непоколебимым после того, как в тяжелые времена у человека появились сомнения. Бесспорно также, что тогда шло оживление деятельности во всех сферах и увеличение материальных запасов. В болотах Нила провели масштабные мелиоративные работы. Удалось завоевать область под названием Нубия, расположенную на юге между первыми и третьими порогами, и приступить к освоению ее золотых приисков на полную мощность. Египетские поселения стали учреждать еще дальше на юг в местах, где позже возникло царство Черной Африки под названием Куш. Торговые пути закручиваются еще более сложным узором, чем когда-либо прежде. Возобновляется освоение медных рудников Синайского полуострова. К тому же последовали богословские реформы. Состоялась своего рода консолидация культов во главе с богом Амоном-Ра, в которой нашла отражение консолидация политическая. Однако конец Среднему царству наступил в условиях политических волнений и династического соперничества. Второй промежуточный период, продолжительностью около ста лет, был отмечен новым и намного более опасным вторжением иноземцев. Ими были гиксосы, предположительно азиатский народ, воспользовавшиеся военным преимуществом в виде облицованных железными листами колесниц, чтобы утвердиться в низкой дельте в качестве повелителей, которым цари Фиванской династии в то время платили дань. О гиксосах известно совсем немного. По-видимому, они переняли у египтян их общепринятые нормы и методы, и даже первоначально не стали менять находящихся на своих постах бюрократов, однако полной ассимиляции народов не произошло. При XVIII династии египтяне изгнали гиксосов в ходе войны народов. С этого момента начинается зарождение нового царства, первым большим достижением которого было развитие успеха после 1570 года до н.э. через преследование гиксосов до самой их цитадели в южном Ханаане. В конечном счете египтяне заняли большую часть Сирии и Палестины. Новое царство в самом его начале добилось на международном уровне таких успехов и оставило такие роскошные памятники материальной культуры, что возникает предположение об очистительном или плодотворном влиянии на египтян господства над ними гиксосов. При XVIII династии в Египте наблюдалось возрождение искусств, произошли преобразования в военной сфере, посредством внедрения азиатских технических нововведений, таких как колесница и, прежде всего, мощная консолидация царской власти. Именно тогда женщина по имени Хадша Псуд впервые взошла на престол, и ее правление отмечено расширением египетской торговли. Это показано на фресках ее заупокойного храма. Следующее столетие принесло новое достижение в области расширения империи и военную славу, ведь со своим супругом и преемником Тутмосом III женщина-фараон Хадша Псуд перенесла пределы египетской империи на берега Ефрата. Монументы с письменами, сообщающими о поступлении дании рабов, а также о заключении браков с азиатскими принцессами, свидетельствуют о египетском превосходстве над соседями, отображенном на родине фараона в богатом художественном оформлении новых храмов и появлении скульптуры, видимой со всех сторон. Бюсты и статуи того времени считаются высшим достижением египетского художественного творчества, однако заметно влияние на него Крита. Ближе к концу нового царства, множащиеся свидетельства контактов египтян с иноземными народами подтверждают новые тенденции. Происходит значительное изменение контекста египетской власти. Ключевой территорией стало побережье Леванта, на покорение которого Тутмосу III потребовалось 17 лет. Ему пришлось отказаться от завоевания огромной империи, управляемой народом Митани, доминировавшей над Восточной Сирией и Северной Месопотамией. Его преемники поменяли вектор политики. Царевна Митани вышла замуж за фараона, а для отстаивания египетских интересов в этом районе правителю нового царства пришлось полагаться на дружбу с ее народом. Египет вытолкнули из изоляции, на протяжении длительного времени служившей ему защитой, но на царство Митани все активнее наступали хетты, живущие на севере и становящиеся ведущей силой среди народов, чистолюбивые устремления которых во второй половине второго тысячелетия до нашей эры стали причиной грядущего раскола мира Ближнего Востока. Нам много известно о деятельности правителя нового царства в самом начале его становления, так как оно освещено в одном из древнейших сборников дипломатической переписки времен правления Аменхотепов III и IV, около 1400-1362 годов до нашей эры. При первом из этих царей Египет достиг максимального авторитета и процветания. Фивы пережили величайшую эпоху. Аменхотепа достойно похоронили там в самом большом склепе, когда-либо готовившемся для царя. И хотя от него остались только обломки огромных статуй, греки позже назвали их колоссом Мемноном в честь легендарного героя, которого они считали Эфиопом. Аменхотеп IV сменил своего отца на престоле в 1379 году до нашей эры. Он попытался провести религиозную реформу путем замены древней религии монотеистическим культом бога Солнца Атона. В подтверждение серьезности своих намерений, он взял новое имя Эхнатон и основал город у поселения Амарна, расположенного в 480 километрах к северу от Фив, где центром новой религии стал храм со святилищем без крыши, открытым для солнечных лучей. Хотя сомневаться в твердости намерений Эхнатона и его личном благочестии не приходится, такая попытка с самого начала выглядела обреченной на провал в свете духовного консерватизма Египта. Возможно, он пытался вернуть себе власть, узурпированную жрецами, служившими Аманура. В сложившихся условиях сопротивление Эхнатону, взявшемуся за ревизию духовности общества, усугубило его положение на остальных направлениях деятельности. Между тем, агрессии хеттов вызвали ощутимое напряжение в египетских колониях. Эхнатон не смог помочь царю Митании. В 1372 году, уступившему все свои земли к западу от Ефрата хеттам и утратившему власть в ходе гражданской войны, ставшей предвестником полного исчезновения этого царства еще лет через тридцать, египетская сфера влияния трещала по швам. Вероятно, наряду с негодованием жрецов, можно назвать еще несколько причин для последующего исключения имени Эхнатона из официального пантеона царей. Его преемника можно назвать самым знаменитым из всех правителей древнего Египта. Если Аменхотеп IV поменял свое собственное имя на Эхнатон, потому что стремился стереть из народной памяти традицию поклонения древнему богу Амону, то его преемник и зять подправил свое имя Тутанхатон и стал именоваться Тутанхамоном в знак восстановления прежнего культа Амона, и провала предпринятой попытки ревизионизма египетской религии. Вполне возможно, именно в благодарность за это Тутанхамону устроили величественные похороны в долине царей, ведь правил-то он совсем недолго и больше ничем особым не запомнился. После его смерти новому царству оставалось существовать еще два века, но ситуация там складывалась вполне спокойная, с весьма редкими потрясениями, и при этом все неуклонно с ускорением катилось к закату. Показательно, что вдова Тутанхамона решила выйти замуж за хетского царевича, правда его убили незадолго до обряда бракосочетания. Приходившие позже к власти цари, прилагали усилия, чтобы вернуть утраченные было позиции, и иногда преуспевали в этом деле. Волны завоевателей накатывались на Палестину и откатывались назад, а однажды египетский фараон взял в невесты хетскую царевну, как его предшественники брали принцесс других народов. Но появлялись все новые враги. Даже союз с хеттами больше не мог служить защитой от поползновений извне. Бассейн Эгейского моря бурлил, с его островов шла мощная волна народа, и ни одна страна не могла устоять перед ними, говорится в египетских летописях. Нашествие этих народов моря удалось в конечном счете отразить, но потребовалась упорная борьба. В течение этих лет отмечается огромной важности для будущего эпизод, точную природу которого и историчность еще предстоит установить. В соответствии с религиозными текстами небольшого семитского народа, составленными много веков позже, его предки, называемые египтянами-евреи, покинули Дельтунила и ушли за своим пастырем Моисеем из Египта в пустыне Синая. Приблизительно с 1150 года до нашей эры, к тому же, встречаются многочисленные признаки дезорганизации внутренней жизни египтян. Один из царей по имени Рамсес III, который погиб в результате заговора наложницы его гарема, считается последним правителем Египта, сумевшим в известной степени сдерживать бурный поток наступающей катастрофы. До нас дошли слухи о бунтах и хозяйственных затруднениях во время правления его преемников. Известно о зловещем признаке святотатства, выразившемся в отсутствовавшем раньше кощунстве разграбления царских склепов в фивах, фараон, как правитель, сдает свою власть жрецам-сановниками, и последний представитель 20-й династии Рамсес XI фактически становится узником в своем собственном дворце. Эпохе имперской власти в Египте приходит конец. То же самое фактически можно сказать об империи хеттов и других народов конца второго тысячелетия. Уходила в небытие не только безусловная власть Египта, но и сам мир, созданный славными делами многочисленных его правителей. Не приходится сомневаться в том, что причины ослабления Египта лежат в плоскости изменений, сказывавшихся на всем древнем мире, но все-таки не покидает ощущение того, что в последние века нового царства проявились слабости египетской цивилизации, присущие ей с самого начала. На первый взгляд различить их не так уж просто. Захватывающее зрелище наследие в виде памятников Египта и его истории, насчитывающий не века, а многие тысячелетия, опровергает критический подход к нему и душит скепсис. Но все-таки созидательный потенциал египетской цивилизации в конечном счете по странному стечению обстоятельств заводит в тупик. Колоссальные трудовые ресурсы сосредоточиваются в распоряжении мужчин, которых по стандартам любой эпохи следовало бы считать выдающимися государственными деятелями, но все закончилось возведением величайших из известных в нашем мире надгробий. Ремесленники Египта овладели искуснейшим мастерством, а их шедевры служат всего лишь погребальным инвентарем. В высшей степени грамотная элита, владеющая сложным и утонченным языком, а также материалом, не превзойденным по удобству применения, щедро ими пользуются, но не помогают сформулировать никакую либо философскую или теологическую идею, сопоставимую с духовным наследием греков или евреев, обогатившим весь мир. Трудно не прочувствовать предельного бесплодия, никчемности, лежащих в сердцевине всего этого внешнего величия человеческой изобретательности. На другую чашу весов следует поместить саму долговечность древней египетской цивилизации. Как-никак, она просуществовала очень долго, и от этого факта не отмахнуться. При том, что египетская цивилизация пережила как минимум два периода существенного упадка, она успешно прошла их без видимых внешних потерь. Преодоление испытаний такого масштаба следует считать большим практическим и историческим достижением. Неясным остается только то, почему случилась остановка. Военная и экономическая мощь Египта в итоге сказалась на нашем мире совсем незначительно. Его цивилизация так и не привелась у народов в сопредельных стран. Причину этого можно искать в том, что она могла существовать лишь в особых условиях Египта. При наличии наглядного примера успеха в стремительном формировании институций, с незначительными коренными изменениями, просуществовавших так долго, его можно было бы повторить при любой древней цивилизации, обеспеченной аналогичной степенью защиты от вторжения извне. Показательную преемственность нам предстоит наблюдать еще и на примере Китая. Не обойтись нам без очередного напоминания о том, как медленно и неуловимо происходили все социальные и культурные изменения в древние времена. Как раз из-за нашей привычки к переменам нам сложно прочувствовать гигантскую косность, отличавшую любую успешную социальную систему, то есть такую, при которой человеку удается проявлять свои лучшие физические и умственные способности практически во все века до самого последнего времени, в древнем мире источников нововведений насчитывалось гораздо меньше, а внедрялись они гораздо реже, чем теперь. Ход истории в древнем Египте значительно ускоряется, если начать сравнивать его с доисторическими временами. Он кажется медленным, как движение ледника, если вспомнить, как мало менялась повседневная жизнь египтян между периодами правлениями Менеса и Тутмоса III, разделенными полутора с лишним тысячами лет, сопоставимыми со временем отделяющим нас от конца Римской Британии. Заметное изменение могло наступить только в результате внезапного и драматического стихийного бедствия. Тут Нил служил надежной защитой, вторжение супостата или покорение им. Египет долго держался на краю поля битвы народов Ближнего Востока, лишь изредка подвергаясь их набегам с последующим отступлением. Технические или экономические факторы очень медленно могли принуждать к таким глубоким изменениям, которые мы воспринимаем ныне как само собой разумеющиеся. Что касается интеллектуальных стимулов, они едва могли быть сильными в обществе, где весь механизм культурной традиции служил внушению мысли о неизменности установленного порядка. Предаваясь размышлениям над природой египетской истории, трудно избавиться от ускушения вернуться к великому естественному изображению Нила, постоянно находящегося перед глазами египтян. Оно выглядело настолько выдающимся, что, быть может, казалось неохватным в силу его колоссального и единственного в своем роде влияния в пределах одной только речной долины, о которой идет речь. Пока на заднем плане в плодородном полумесяце на протяжении веков полыхали непостижимое, но в конечном счете сформировавшее очертания мира, войны, в древнем Египте в течение тысячелетий своим чередом развивается история в форме то безжалостных, то благотворных наводнений и отступлений Нила. Благодарный и послушный народ на его берегах собирает даруемое им богатство. Под его влиянием складывалось понимание египтянами истинного смысла бытия, надлежащая подготовка к смерти. Глава четвертая. Внешнее вторжение и захваты. В Месопотамии и Египте заложены краеугольные камни здания письменной истории Ближнего Востока. На протяжении длительного времени эти два изначально великих центра цивилизации дают нам хронологию важнейших исторических событий, и именно на ее одну можно более или менее ориентироваться. Но очевидно, что в их судьбе содержится далеко не полный рассказ об этой древней области, не говоря уже о всем древнем мире. Вскоре после 20 века до нашей эры переселение остальных народов шло уже совсем по иной схеме. Тысячу лет спустя повсюду существовали другие центры цивилизации, и перед нами открывается историческая эпоха как таковая. К несчастью для историка не просматривается никакого простого и очевидного единства в этом сюжете даже в плодородном полумесяце, где в течение долгого времени по-прежнему демонстрировалось больше созидательности и динамизма, чем в любом ином уголке мира. Перед нами предстают только сумбурные изменения, начало которых лежит далеко позади, во втором тысячелетии, и которые продолжаются до появления в девятом веке до нашей эры первой империи из новой их череды. Сметающие все на своем пути мятежи и картины переустройства мира, олицетворяющие эти процессы, трудно поддаются даже пространственному очерчиванию, не говоря уже о рациональном объяснении их причин. Спасибо, что изыскание их подробностей автор настоящего труда себе задачей не ставил. Ход истории ускорялся, а цивилизация предоставляла людям новые возможности. Вместо того, чтобы погружаться в поток событий, мы можем с большей пользой попытаться определить некоторые силы, от которых зависели все изменения. Наиболее очевидным из этих сил остается масштабное переселение народов. Их фундаментальная модель на протяжении тысячи или около того лет, после двадцатого века до нашей эры, меняется незначительно. Национальный состав этой драмы тоже остается практически тем же самым. Главную динамику ему придавал поток народов индоевропейской лингвистической семьи, с востока и с запада пребывавшей в плодородный полумесяц. Эти народы становятся разнообразнее и многочисленнее, но их имена можно не запоминать, даже если некоторые отдаленные родственники греков. Тем временем между семитскими народами и индоевропейцами разгорается спор вокруг Месопотамских долин. С египтянами и таинственными так называемыми народами моря они сражаются за Синай, Палестину и Левант. Другая группа пришельцев с севера утверждается в Иране, и от них, в конечном счете, возникнет величайшая из всех империй древнего прошлого — Персия шестого века. А еще одна ветвь этих народов рвется на территорию Индии. Эти переселения должны послужить объяснением многого из того, что лежит за сменой моделей империй и царств, сохранившихся в веках. По современным меркам, некоторые из них можно считать достаточно живучими. Приблизительно с 1600 года до нашей эры народ, именуемый Касситами, правил в Вавилоне в течение четырех с половиной веков, что сопоставимо по продолжительности со всей историей британского владычества на заморских колониальных территориях. И все же, по стандартам Египта, такие государственные образования выглядят творениями на миг, зародившимися сегодня и сметенными завтра. Действительно, было бы удивительно, если бы они в конце не оказались слабыми, поскольку в то время свою роль играли многие иные новые силы, множащие революционные последствия от переселения народов. И прежде всего, это совершенствование военного оснащения армии. В Месопотамии к 2000 году до нашей эры достигло весьма высокого уровня искусство фортификации и, предположительно, тактика ведения осады крепостей. Среди индоевропейских народов, покушавшихся на цивилизацию, во владении этими навыками замечены некоторые племена кочевого происхождения. Возможно, в силу своего недавнего кочевого прошлого, они смогли коренным образом изменить форму ведения боевых действий в поле, зато долгое время не могли освоить ремесло осады. Принятие ими на вооружение одноосных боевых колесниц и кавалерии вызвало изменение сути действий дружин в открытом поле. В долинах реки лошади с самого начала встречались редко. Они считались дорогой игрушкой царей и великих вождей, поэтому конные варвары располагали большим военным и психологическим превосходством. В конечном счете, однако, боевые колесницы поступили на вооружение армий всех великих царств Ближнего Востока. Они оказались слишком эффективным боевым средством, чтобы от него отказываться. Когда египтяне изгоняли со своей земли гексосов, они делали это среди прочего, используя это оружие против тех, кто завоевал их с его же помощью. Приемы ведения войны менялись с внедрением конницы. Кавалеристу надлежало не просто скакать в седле, но и воевать верхом на коне. Для овладения таким ратным искусством требовалось много времени, ведь управление лошадью и одновременное применение лука или копья представляется делом весьма сложным. Верховая езда пришла с Иранского Нагорья, где населявшие его народы могли ее практиковать уже в двадцатом веке до нашей эры. Она получила распространение по всему Ближнему Востоку и бассейну Эгейского моря задолго до завершения следующего тысячелетия. Позже, уже после тысячного года до нашей эры, появляется всадник в железных доспехах, превосходящий пеших воинов одним своим весом и натиском. С этого момента начинается продолжительная эпоха, на протяжении которой ключевую роль в сражении играла тяжелая конница, хотя ее настоящую мощь смогли использовать только несколько веков спустя, когда с изобретением стремени наездник получил настоящее управление лошадью. В течение второго тысячелетия до нашей эры колесницы получили детали из железа. Вскоре железом стали обивать колеса. Преимущества этого металла с военной точки зрения вполне очевидны, и неудивительно, что его применение стремительно распространялось по всему Ближнему Востоку и далеко за его пределами, несмотря на попытки тех, кто владел железом, ограничить его хождение. Сначала этим занимались хетты. После их упадка изготовления железа стало быстро распространяться по миру, и не только потому, что оно считалось более подходящим металлом для изготовления оружия, но еще и по той причине, что запасы железной руды, хотя и скудные, были гораздо больше, чем меди или олова. Железо послужило великим стимулом для перемен в хозяйственной или военной сферах. В земледелии, овладевшие железом люди, получили возможность возделывать тяжелые почвы, не поддававшиеся деревянным орудием с кремниевыми насадками. Однако быстрого и всеобщего перехода на применение этого нового металла не произошло. Приблизительно с X века до н.э. железо постепенно занимает место рядом с бронзой. Как бронза и медь когда-то дополнили камень и кремень в человеческом наборе инструментов. И происходит это неравномерно. В одних местах быстрее, чем в других. Появление спроса на продукцию металлургии помогает объяснить еще одно нововведение во все более сложной форме торговли между удаленными коммерческими партнерами из разных районов. Такая торговля представляется одной из тех категорий взаимодействия, внешне придававших древнему миру некоторое единство как раз перед его разрушением в конце второго тысячелетия до н.э. Такой ценный товар, как олова, например, приходилось доставлять из Месопотамии, Афганистана, а также Анатолии в районы, которые мы сегодня называем, так сказать, промышленными центрами. Еще одним пользующимся высоким спросом товаром была медь с Кипра. И в ходе разведки новых ее месторождений повышенный интерес достался Европе, находившейся на границе участия в древней истории. Еще до наступления 50 века до н.э. стволы шахт на Балканах уже уходили на 18-20 метров под землю туда, где располагались залежи медной руды. И неудивительно, что некоторые европейские народы позже весьма преуспели в металлургии, особенно в выковывании больших листов бронзы и выколотке железа. Материал, отличавшийся намного большей сопротивляемостью обработки по сравнению с бронзой до тех пор, пока не удалось изобрести технику нагрева для литья железа. Торговля между удаленными коммерческими партнерами требует совершенствования транспортных средств. Сначала поставки осуществляли с помощью тягла ослов и ишаков. С приручением верблюдов в середине II тысячелетия до н.э. в Азии и на Аравийском полуострове появилась возможность караванной торговли, которая позже казалась неподверженной старению древностью. Зато она открыла для освоения безводную пустыню, прежде считавшуюся непроходимой территорией. Из-за плохих дорог в древности колесный транспорт использовался исключительно на местном уровне, и только кочевым народом он служил для переезда на дальнее расстояние. В древние повозки запрягали валов или ослов. Такие повозки использовали в Месопотамии приблизительно в тридцатом веке до нашей эры, в Сирии приблизительно в 2250 году до нашей эры, в Анатолии 200-300 лет спустя и в материковой Греции приблизительно в 1500 году до нашей эры. Перевозка большого объема товаров водным транспортом уже тогда могла обходиться дешевле, и организовать ее было проще, чем по суше. Такое положение в хозяйстве сохранялось до прихода железнодорожного транспорта на паровой тяге. Задолго до того, как караванами начали доставлять до Месопотамии и Египта камедь и смолы южных аравийских побережей, их привозили на судах по Красному морю, и купцы сновали туда и обратно на торговых судах через Эгейское море. Понятно, что самое важное достижение в транспортной сфере приходится как раз на судоходную технику. Нам известно, что люди неолита совершали протяженные путешествия по морю в долбленных челноках, и мы располагаем некоторыми свидетельствами существования судоходства с 7 тысячелетия до нашей эры. Египтяне времен Третьей династии снабдили морские суда парусом. С установкой центральной мачты и прямого паруса начинается эра судовождения без применения мускульной силы человека. В следующие два тысячелетия происходит совершенствование оснастки морских судов. Считается, что египтяне в свое время изобрели косой парус, необходимый для управления судном при движении против ветра, но по большей части старинные суда оснащались четырехугольными парусами. По этой причине системы морских коммуникаций определялись направлением господствующих ветров. Единственным альтернативным источником придания движения судну служила энергия человеческого усилия. Грибное весло изобрели раньше, и оно обеспечило движущую силу для протяженных морских путешествий, а также для местных перевозок грузов или пассажиров. Можно предположить, тем не менее, что веслами чаще оснащались боевые корабли, а парусами — торговое суда, называвшееся так с самого их появления. К XIII веку до нашей эры воды Восточного Средиземноморья бороздили суда, способные перевозить больше двухсот медных чушек, и в пределах считанных веков некоторые из этих судов стали снабжать водонепроницаемыми палубами. Даже в настоящее время идет обмен товарами, называемый бартером, и не приходится сомневаться в том, что в торговле на протяжении всей древности существовал именно такой порядок. Но огромный шаг вперед был сделан, когда люди изобрели деньги. Похоже, они появились в Месопотамии, где еще раньше XX века до нашей эры цена определялась с помощью согласованных мер зерна или серебра. В конце бронзового века денежными единицами по всему Средиземноморью могли служить медные чушки. Первая, официально маркированное средство обмена, дошедшее до наших дней, обнаружена в Каппадокии в виде слитков серебра конца третьего тысячелетия до нашей эры. Они служили настоящей металлической валютой. Но даже при том, что деньги числятся важным изобретением, обреченным на широкое распространение, только в восьмом веке до нашей эры, ассирийцы догадались ввести серебряный стандарт для первых монет, доведенное до совершенства денежное обращение, кредитная система и векселя в Месопотамии существовали с древних времен, могло содействовать развитию торговли, но и без него люди тоже прекрасно обходились. Народы древнего мира вполне сносно жили без денег. Торговый народ, финикийцы, прославившиеся мастерством и сообразительностью, не пользовался деньгами до шестого века до нашей эры. В Египте, с его централизованно управляемой хозяйственной системой и внушительным богатством, не внедряли чеканку монет еще двести лет после финикийцев и в кельтской Европе, при всех ее объемах торговли металлическими товарами, приступили к чеканке денег еще через два века после египтян. Что же касается хозяйственного обмена между общинами на его ранних стадиях, давать категоричное заключение еще более рискованно. Обратившись к эпохе сохранившихся исторических летописей, можно увидеть многочисленные действия, которыми предусматривается передача потребительских товаров, причем не всегда расчет делается на денежную выгоду. Иногда товары принимали вид выплаты дани, обмена символическими или дипломатическими подарками между правителями и подношений по обету. Не следует торопиться с поспешными выводами. Вплоть до XIX века нашей эры в Китайской империи понимали под внешней торговлей получение дани от зарубежных государств, и египетские фараоны, судя по рисункам на стенах склепов, пользовались способом перевода торговли с народами бассейна Агейского моря в подобные сферы. В древнем мире такого рода сделки могли включать передачу стандартных предметов типа тренок или сосудов определенного веса или колец одного размера, которым в старину отводилась роль денег. Иногда такие вещи имели утилитарное значение, иногда просто служили символами. С полной определенностью можно сказать, что объем движения потребительских товаров увеличился, и что во многом это увеличение приняло форму выгодных обменов, которые теперь называются торговлей. Помочь в осуществлении таких изменений должны были новые города. Такие города появились по всему древнему Ближнему Востоку, в том числе из-за прироста населения. В них воплотилась плодотворная реализация земледельческих возможностей, а также растущая прослойка бездельников. Литературная традиция отчуждения сельских жителей от города проявляется уже в Ветхом Завете. К тому же городская жизнь предполагала отдачу от творческого созидания на новом, более высоком уровне, очередное ускорение эволюции цивилизации, одним из признаков которой считается распространение грамоты. В 20 веке до нашей эры грамотность оставалась привилегией населения цивилизаций речных долин и областей, находившихся под их влиянием. Клинопись получила распространение по всей территории Месопотамии, где она служила письменностью для двух или трех языков. В Египте надписи на монументы наносились иероглифическим стилем, а повседневные записи вели на папирусе упрощенным шрифтом, названным иеротическим, жреческим. Тысячу или около того лет спустя картина изменилась. Образованные народы тогда можно было встретить на всем Ближнем Востоке, на Крите и в Греции. Клинопись переняли для письма еще на нескольких языках, причем с большим успехом. Даже египетское правительство приспособило ее для своей дипломатической переписки. Изобретались и другие стили письма. Один из них, появившийся на Крите, отсылает к заре современности, так как знакомит нас с народом, жившим приблизительно в 1500 году до нашей эры, пользовавшимся языком, в основе которого лежал греческий язык. С внедрением семитского, то есть финикийского алфавита, среда первой западной литературы просуществовала приблизительно до 800 года до нашей эры, и, возможно, столько же сохраняется первое, дошедшее до нас, произведение, позже названное «Трудами Гомера». При таких поворотах хронология теряет смысл. В летописях фиксируются изменения, теряющиеся из вида, если историю чрезмерно привязывать к определенным странам. Все же отдельные страны и их народы, несмотря на то, что они подвергаются все большему постороннему влиянию из-за ширящихся контактов, приобретают больше и больше отличительных черт. В просвещении фиксируется традиция, а в традиции, в свою очередь, выражается общинное самоопределение. Можно предположить, что представители племен и народов всегда чувствовали свою особенность. Самосознание значительно усиливается, когда государства приобретают более постоянные и официально оформленные черты. С распадом империй на более жизнеспособные единицы, мы знакомы со времен шумеров и наблюдаем его в современном историческом периоде. Но при этом некоторые области появляются снова и снова в качестве устойчивых ядер сохранения традиций. Еще в XX веке до нашей эры государства становятся прочнее и демонстрируют большую мощь. Им все еще было далеко до приобретения той энергичной и самовоспроизводящейся власти над их народами, возможности которых в полной мере проявились только в новейшие времена. Но даже в самых древних летописях обнаруживается непреодолимая тенденция к дальнейшему упорядочению правительства и официальному оформлению власти. Цари создают вокруг себя бюрократический аппарат, а мытари, сборщики податей, изыскивают средства для финансирования все более крупных предприятий. Все большей поддержкой пользуется система права. Куда бы оно ни проникло, повсюду налагаются ограничения, пусть даже сначала выглядящие неявно, свободы индивидуума и укрепляется власть законодателя. Сверх всего государство наращивает военную мощь. Проблема содержания, оснащения и расквартирования регулярной профессиональной армии нашла решение к тысячному году до нашей эры. Как только складываются вместе все перечисленные выше факторы, суть государственных и общественных институций начинает выпадать из сферы общих категорий ранней цивилизации. В разрез с возникающим космополитизмом, ставшим возможным из-за упрощения взаимодействия и взаимообогащения, общества выбирают расходящиеся пути. В сфере сознания самое наглядное выражение разнообразия проявляется в религии. В то время как кое-кто усматривает в доклассической эпохе тягу к более простым монотеистическим системам, самый очевидный факт заключается в наличии огромного и разнообразного пантеона местных и предметных духов, как правило, мирно сосуществующих с единичными проявлениями недовольства своим предназначением. Вместе с тем имеется новый набор признаков для определения отличий в некоторых других проявлениях культуры. Еще до зарождения цивилизации искусство утвердилось как самостоятельный род занятия, не обязательно связанный с религией или колдовством. Старинная литература уже упоминалась. Обнаруживается возможность развлекаться игрой. Игровые доски появляются в Месопотамии, Египте и на Крите. Люди уже узнали, что такое игровой азарт. Цари знать со всей страстью предавались охоте, а в их дворцах шли представления с участием музыкантов и танцоров. Среди спортивных состязаний бокс можно проследить назад вплоть до Крита бронзового века. Только на этом острове к тому же устраивали состязания по прыжкам через быка. В таких делах, очевиднее, чем в других, проявляется то, что мы не должны уделять чрезмерного внимания хронологии, еще меньше его требуют конкретные даты, даже те, что не вызывают никаких сомнений. Понятие отдельной цивилизации также становится все меньше полезным с точки зрения района, которым мы до сих пор занимались. В нем обнаруживается слишком много точек соприкосновения, чтобы играть роль, которую играли Египет и Шумер. В период между 1500 и 800 годами до нашей эры имели место большие изменения, которые нельзя пропустить через ячейку сети, сотканной для вылавливания истории первых двух великих цивилизаций. В запутанных, бурных событиях Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья около тысячного года до нашей эры зарождался новый мир, отличавшийся от мира Шумера и Древнего Царства, то есть Эгейский мир с его цивилизацией. Возникшее взаимодействие культур принесло многочисленные перемены народам на окраинах Ближнего Востока. Но цивилизация на Эгейских островах уходила корнями в неолит, как это наблюдалось повсеместно. Первый металлический предмет, обнаруженный на территории Греции в виде медной бусины, ученые отнесли приблизительно к 4700 году до нашей эры, и, можно предположить, на его появление повлияли европейские, а также азиатские мастера. Крит является самым большим из греческих островов. За несколько веков до наступления XX века до нашей эры там возводились города, отличавшиеся правильной планировкой улиц, а занимался этим передовой народ, обитавший на острове со времен неолита. Возможно, представители данного народа поддерживали связи с жителями Анатолии, которые вдохновляли их на незаурядное достижение. Но убедительных свидетельств тому пока не обнаружено. Жители Крита вполне могли создать свою цивилизацию самостоятельно, без посторонней помощи. Во всяком случае, приблизительно за тысячу лет они построили дома и склепы, которые выделяют их культуру среди других культур, и стиль архитектуры изменился незначительно. Приблизительно к 2500 году до нашей эры на побережье Крита уже существовали крупные города и деревни, построенные из камня и кирпича. Их жители занимались обработкой металлов, а также изготавливали пользовавшиеся спросом печати и ювелирное украшение. На данном этапе следует отметить, критяне во многом разделяли достижения культуры материковой Греции и Малой Азии. Они обменивались товарами с остальными эгейскими общинами. Потом произошли перемены. По прошествии около 500 лет они начали строить комплексы роскошных дворцов, ставшие памятниками так называемой крита-минойской цивилизации. Самый большой из них, дворец правителей Кносса, возвели около 1900 года до нашей эры. Ничего более величественного не появляется нигде на островах Эгейского моря, и Крит осуществлял культурную гегемонию почти во всем бассейне этого моря. Определение «минойский» происходит от имени легендарного царя Миноса, хотя существование его документами не подтверждено. Гораздо позже греки считали его, во всяком случае так говорили, великим царем, жившим на Крите в городе Кноссе. Он якобы общался с богами и женился на дочери бога солнца Гелиоса Пасифаи. Ее отпрыск в образе чудовища Минотавра питался приносимыми ему в жертву девственницами, прибывавшими Данью из Греции. Обитал Минотавр в центре построенного для него лабиринта, куда все-таки проник легендарный герой Тесей, убивший чудовище. Все это послужило богатой, наводящей на размышления, темой, волнующей ученых, которые полагают, что через нее можно пролить свет на критскую цивилизацию, но доказательствами самого существования царя Миноса они не располагают. Возможно, существовало несколько мужчин с таким именем, или имя Минос служило неким титулом нескольких критских правителей, однако пока он представляется одной из тех занимательных фигур, которые, как король Артур, остаются за границами истории, зато пребывают в пантеоне мифологии. Определением критоминойский тогда просто обозначается цивилизация народа, жившего на Крите в бронзовом веке. Никаких других значений под ним подразумеваться не может. Данная цивилизация просуществовала около 600 лет, но историю ее удается воспроизвести весьма схематично. По сохранившимся фрагментам этой истории представляется народ, живший в городах, связанных некоторой зависимостью с монархией, обосновавшейся в Кноссе. На протяжении трех или четырех веков этот народ преуспевает за счет обмена товарами с Египтом, Малой Азией и материковой Грецией, а кормится он от собственного земледелия. Именно этим можно объяснить прогрессивный скачок минойской цивилизации. Как и сегодня, тогда на Крите обеспечивались более благоприятные, чем на других островах или в материковой Греции, условия для выращивания маслин и винограда, то есть двух ключевых культур более позднего средиземноморского сельского хозяйства. По-видимому, здесь также выращивали тучные отары овец и вывозили овечью шерсть на продажу. Какими бы ни были его точные формы, но на Крите в конце неолита явно наблюдалось серьезное прогрессивное продвижение земледелия, которое позволило не только увеличивать урожайность хлебных злаков, но и прежде всего наращивать возделывание маслин и винограда. Эти культуры произрастали там, где нельзя было выращивать зерно, и с их разведением изменились возможности средиземноморской жизни. Сразу же начался прирост населения, получившего достаточное пропитание. Вследствие этого появилась возможность расширения строительства, так как для этого имелись дополнительные людские ресурсы. Но помимо этого, возникли новые требования к организации и управлению, к регулированию более сложного земледелия и переработке его продукции. Объясняет это или нет появление минойской цивилизации, но пик ее развития приходится примерно на 1600 год до нашей эры. Примерно через сто лет минойские дворцы кто-то разрушил. Причина гибели этой цивилизации остается манящей загадкой. Приблизительно в это же время в огне также гибнут главные города островов Эгейского моря. В прошлом часто случались землетрясения. Рискнем предположить, что беда случилась из-за одного из них. С помощью современных научных методов удалось обнаружить следы мощного извержения вулкана на острове Тера, совпавшего по времени с Эгейской катастрофой. Оно могло сопровождаться приливными волнами и землетрясениями на Крите, удаленном от проснувшегося вулкана на 115 километров, а позже выпал толстый слой пепла, погубивший критские поля. Некоторые предпочитают говорить о восстании против правителей, заседших во дворцах. Кто-то увидел признаки нового вторжения или настаивал на некоем мощном набеге с моря, организаторы которого прихватили награбленное добро и пленников, причиненным ущербом навсегда уничтожили на Крите политическую власть и не оставили за собой новых поселенцев. Ни один из вариантов убедительными подтверждениями не подкрепляется. О случившемся можно строить какие угодно догадки, но если отказаться от насильственного варианта, фактами неподтвержденного, тогда остается один только природный катаклизм, зародившийся на острове Тера, который сломал хребет минойской цивилизации. Какими бы ни были причины катастрофы, говорить о конце древней цивилизации на Крите не приходится, так как город Кнос заняли люди за последующие лет сто, перебравшиеся с материка. Впрочем, при том, что лучшие времена полного процветания были не за горами, могущество местной цивилизации Крита на самом деле осталось в прошлом. Пока же, видимо, Кнос считался благополучным городом. Потом, в начале 14 века до нашей эры, он тоже погиб в огне пожара. Пожары случались и прежде, но на сей раз город восстанавливать не стали. Так заканчивается повесть о древней критской цивилизации. По счастью, существенные особенности этой культуры понять проще, чем детали ее истории. Наиболее очевидной представляется ее тесная связь с морем. Минойцы пользовались дарами моря точно так же, как другие народы пользовались благами своей собственной природной среды обитания. В результате появился обмен товарами и открытиями, что еще раз показывает, как может ускоряться развитие цивилизации там, где существует возможность взаимного обогащения. Минойцы наладили близкие связи с Сирией еще до 1550 года на нашей эры и торговали с такими далекими землями на западе, как Сицилия, а возможно еще более отдаленными. Кто-то возил свои товары на Адриатическое побережье. Куда важнее было их проникновение в материковую Грецию. Минойцы могли проложить самый главный, единственный маршрут, по которому товары и открытия древнейших цивилизаций попадали в Европу, еще не пережившую бронзового века. Некоторые критские товары начинают появляться в Египте во втором тысячелетии до нашей эры, и он служит основным внешним рынком сбыта этих товаров. В искусстве нового царства заметно критское влияние. Как думают некоторые ученые, одно время в Кноссе жил даже некий египтянин, по-видимому, находившийся там, чтобы следить за делами надежного предприятия, и утверждалось, будто минойцы на стороне египтян воевали против гексосов. Критские вазы и металлические изделия обнаружены в нескольких местах на территории Малой Азии. Эти предметы дошли до наших дней, но кое-кто утверждает, будто широкий спектр других продуктов — древесина, виноград, масло, деревянные, металлические вазы и даже опиум — поставлялся минойцами на материк. В обмен они приобретали металл в Малой Азии, алебастр в Египте, страусиные яйца в Ливии, то есть уже существовали сложные коммерческие отношения. Наряду с развитым земледелием, внешняя торговля придавала цивилизации значительную основательность, позволяющую на протяжении длительного периода времени восстанавливаться после стихийных бедствий, как это наглядно наблюдается, на многократном восстановлении дворца в Кноссе. Минойские дворцы представляются непревзойденными реликвиями критской цивилизации, но и сами города построены очень толково, с тщательно продуманными, с точными трубопроводами и коллекторами. Это технические достижения высокого уровня. Раньше комплекс дворцов в Кноссе снабдили оборудованием для купания и отправления нужды, непревзойденным до наступления римских времен. Прочие достижения в области культуры были менее практичными. В изобразительном искусстве воплотилась Минойская цивилизация в самом ее расцвете, и его произведения остаются самым наглядным наследием, повлиявшим через моря на цивилизацию Египта и Греции. Археологи также представили свидетельства Минойского религиозного мира, хотя многого почерпнуть из них нельзя, так как мы не располагаем письменными памятниками. У нас сложилось представление о богах и богинях, но трудно однозначно утверждать, какими были их полномочия. Не можем мы представить себе и их обряды, разве что отметить многочисленность жертвенных алтарей, святилищ на возвышенностях, наличие двуглавых топоров и очевидное сосредоточение минойских культов в женской фигуре, хотя секреты ее отношения к другим божествам остаются нераскрытыми. Возможно, она воспроизводит неолитическую фигуру плодородия, подобие которой появляются снова и снова как олицетворение женской чувственности. Воплощением последней можно назвать богинь Астарту и Афродиту. Политическое устройство этого общества просматривается неясно. Дворец служил не только резиденцией августейших особ, но и в известном смысле центром хозяйственной жизни, огромным лабазом, который вполне можно назвать венцом передовой формы обмена, основанной на перераспределении благ самим правителем. Вместе с тем дворец служил храмом, но в качестве крепости он не использовался. В поздние времена это был центр высокоорганизованной структуры, вдохновение которой, возможно, придавало азиатское направление. Торговые люди должны были знать о существовании образованных империй Египта и Месопотамии. Одним из источников нашего знания о деятельности минойского правительства является огромная коллекция из тысяч табличек, представляющих собой его административные документы. Они указывают на существование жесткой иерархии и систематизированной администрации, но о ее практическом функционировании нам ничего не известно. Каким бы толковым это правительство ни было, единственный показатель, прочитывающийся в этих документах, говорит о главной его задаче — осуществление тщательного и продуманного надзора, немыслимого в более позднем греческом мире. Если проводить какие-либо аналогии, то снова напрашиваются азиатские империи и Египет. Успешное вторжение с европейского материка само по себе представляется знаком того, что условия, в которых появление этой цивилизации стало возможным, начали рушиться в тревожные времена завершения бронзового века. Долгое время жители Крита не видели соперника, способного угрожать берегам их острова. Египтяне могли быть слишком заняты своими заботами. С севера и вовсе не могло нависать никакой опасности. Постепенно ситуация менялась. На материке уже наблюдалось новое движение, отличное от того, которое вызывали так называемые индоевропейские народы, уже многократно упоминавшиеся в нашем повествовании. Некоторые из них снова проникли на Крит после окончательного краха Кносса. Они проявили себя успешными колонистами, освоившими низменные области и загнавшими минойцев с их захеревшей культурой в отдельные небольшие города, которые стали им убежищами, вследствие чего они исчезли со сцены всемирной истории. Как ни странно, всего-то за два или три века до этого критская культура считалась господствующей в Греции, а сам Крит всегда представлялся в сознании греков загадочной землей, утраченной страной золотых грез. Прямая передача достижений минойской культуры на материк происходило через первые ахейские народы. Это название обычно присваивается древним племенам, говорившим на греческом языке, которые в семнадцатом и восемнадцатом веках до нашей эры приходили в Аттику и Пелопоннес и образовывали там города и поселки. Они пришли на земли, население которых давно поддерживало контакт с Азией и уже внесло свой вклад в будущее, выдержав испытания с символом греческой жизни в виде укрепления возвышенного места в городе или Акрополя. Только что прибывшие люди в культурном плане едва ли превосходили тех, кого они завоевали, хотя привели с собой лошадей и боевые колесницы. По сравнению с критянами, они были варварами, не имевшими собственного искусства. Более осведомленные о роли насилия и войны в обществе, чем островитяне, несомненно потому, что понятия не имели о защитных свойствах моря, зато прекрасно представляли опасность угрозы со стороны территории их собственной родины, с которой они пришли. Незваные гости надежно укрепили свои города и настроили крепостей. Их цивилизацию отличал милитаристский стиль. Иногда они выбирали места, где в более поздние века возникали центры греческих городов-государств. Среди них числятся Афины и Пилос. Они не были очень большими. В самом крупном насчитывалось до нескольких тысяч жителей. Один из ключевых центров находился в городе Микены, название которого присвоили цивилизации, в середине второго тысячелетия в конце концов распространившейся на всю Грецию бронзового века. От этой цивилизации осталось несколько бесподобных реликвий, ведь она была очень богата золотом. Находившаяся под мощным влиянием минойского искусства, она к тому же содействовала слиянию греческой культуры и культур коренных народов на материке. Организационная основа микенской культуры уходила корнями в патриархальное представление о добре и зле, но не только в них. Тяга к формализации бытия, обнаруженная в письменах на табличках из Кносса, а также из Пилоса, расположенного на западе Пелопоннеса, отнесенных приблизительно к 1200 году до нашей эры, свидетельствует о ветре перемен, дувшем с Крита в сторону материка. В каждом значимом городе правил свой царь. Царь в Микенах считался главным в сообществе воевод-землевладельцев, издольщиками и рабами которых были коренные островитяне, и, возможно, с самого начала он был главой своего рода федерации царей. Сохранилась хетская дипломатическая переписка, свидетельствующая об определенной степени политического единства в Микенской Греции. В табличках Пилоса обозначен тщательный надзор и контроль над жизнью общины, а также важное различие между чиновниками и в более существенной степени между рабом и свободным человеком. Нам не дано знать, что такие различия означали в реальности. Не так много нам известно и о хозяйственной жизни, лежащей в основе культуры, кроме того, что централизованное управление ею, велось из царского двора, как это было на Крите. Какой бы ни была материальная основа культуры, наиболее зримо представленной в Микенах к 1400 году до нашей эры, она распространилась по всей материковой Греции и многим островам. Она представляла собой единое целое, хотя устойчивые различия греческого диалекта сохранились и по ним отличали один народ от другого до классических времен. Микены пришли на смену к каитскому торговому владычеству в Средиземноморье и заняли там господствующее положение. Микенские купцы открыли торговые фактории в Леванте и их уважали как носителей власти хетские цари. Иногда микенские экспортные гончарные изделия вытесняли минойскую глиняную посуду, и даже сохранились примеры того, как за минойскими поселенцами следовали поселенцы Микенские. Микенская, если можно так выразиться, империя, находилась на подъеме в 15 и 14 веках до нашей эры. Некоторое время ей на пользу шла слабость Египта и дробление хетской власти. Пока великие державы ушли на второй план, этот небольшой народ, обогатившийся за счет торговли, занимал незаслуженно высокое место в окружающем мире. Микенские поселения возникли на побережье Малой Азии. Торговля с другими азиатскими городами, особенно с Троей, расположенной у входа в Черное море, бурно развивалась. Но примерно с 1300 года до нашей эры заметны некоторые признаки увядания. Одной из причин может показаться война. Ахейцы в конце столетия захватили важные районы во время нашествия на Египет. А в наше время их набег, осуществленный около 1200 года до нашей эры и увековеченный в эпосе как Осада Трои, мы считаем великим. Тревожными предпосылками к этим событиям послужила серия династических мятежей в самих микенских городах. На пороге стояли времена, которые можно назвать темными веками бассейна Эгейского моря, и они точно так же покрыты завесой тайны, как все, что происходило на Ближнем Востоке приблизительно в то же время. К моменту, когда пало Троя, новое вторжение варваров на территорию материковой Греции уже начались. В самом конце XIII века некоторые большие микенские центры подверглись разрушению, возможно, в результате землетрясения или вторжения врагов. И первая Греция раздробилась на несвязанное между собой поселение. Микенская цивилизация перестала существовать, но население покинуло не все свои родные места. По крайней мере, кто-то там оставался. Около X века до нашей эры вроде бы заметно оживление. В тогдашних легендах много говорится об одной конкретной группе переселенцев, названных дорийцами. Энергичные и храбрые. Они остались в народной памяти как потомки Геракла. При всей опасности спора по поводу существования более поздних диалектов греческого языка у вполне определенных и компактных групп древних завоевателей, по традиции их относят к носителям дорийского языка, который сохранился до классической эпохи как диалект, а те группы поместили отдельно. В этом случае, как полагали ученые, традиция находила оправдание. Дорийские общины в Спарте и Аргусе, позже ставших городами-государствами, образовывались сами собой. Но другие народы тоже помогали формированию новой цивилизации в то смутное время. Наибольших успехов добились те, кого позже определили как народ, говорящий на так называемом ионическом наличии греческого языка раннего средневековья. Выходцы из Аттики, где Афины либо сохранились, либо ассимилировали захватчиков, которые пришли вслед за микенцами, они пустили корни на Кекладах и в Ионии, в настоящее время турецком побережье Эгейского моря. Здесь в качестве переселенцев и пиратов они захватили или основали города, если не на островах, то почти всегда на побережье или около него, которые в будущем превратились в города-государства, народа-морехода. Часто места, которые они выбирали, оказывались уже занятыми микенцами. Иногда в Смирне, например, они заняли место поселившихся здесь раньше греков. Таким образом, складывается картина, в лучшем случае невразумительная, и по большому счету для ее восприятия сохранились только разрозненные доказательства. Однако из такой сумятицы постепенно снова должна появиться гармоничная цивилизация, существовавшая в Эгейском бассейне в Бронзовом веке. Хотя сначала предстояло пережить века раскола и сепаратизма, нового периода провинциализма в космополитическом мире. Торговля едва дышала, а связи с Азией зачахли. Им на смену шло физическое переселение людей. Иногда века требовались на то, чтобы сформировать новые устойчивые типы общин, однако вырисовывались зачатки будущего греческого мира.